Вольная борьба Более 300 борцов мы увидим на коврах нашего прекрасного центра Как вы видите, очень красиво оформлен сегодня наш зал Ну, конечно же, это большое событие Спустя 17 лет Якутск вновь принимает первенство России И первые участники уже готовы показать красивую, яркую борьбу Перед вами борцы из Республики Саха-Якутия и Свердловской области Данил Махначевский в красном трико и Баграт Абдуллаев в синем перед вами Сборную команду хозяев соревнований будут представлять 42 спортсмена 36 основная сборная и 6 по согласованию с Федерацией спортивной борьбы России Будут выступать на домашнем турнире В первый день сегодня мы увидим поединки в 6 весовых категориях В весовых категориях до 57, 65, 74, 86, 97 и 125 килограммов В утренней части соревнований мы с вами увидим квалификационные и предварительные схватки в этих весовых категориях Ну, а в 16.40 первые полуфинальные схватки Финалы завтра и послезавтра в выходные в субботу и воскресенье в вечерней части Ну, а пока мы давайте увидим с вами борьбу молодых борцов из разных регионов страны Я думаю, что мы с вами получим обязательно удовольствие Вот первые 2 балла на нашем турнире принес Данил Махначевский Он 2 балла заработал, вышел за спину И как видите, уже просыпаются трибуны И замечательный сейчас прием на рычаг Милза Снова взял, по-моему, да Данил Махначевский И близок он к тому, чтобы выиграть эту схватку на туше Чистая техническая победа Ну, я думаю, что да Потому что приклеил он уже к ковру своего соперника Не упускает Ну, и сложно из этого захвата выйти, мне кажется Да, и арбитр, наверное, ну, через какое-то время может, конечно, дать свисток Руководитель ковра, да, дает сигнал о том, что надо уже давать свисток Перед вами Павел Павлович Пенигин Герман Степанович Контоев Олимпийский чемпион и чемпион мира Два именитых якутских борца тоже на трибунах вместе с болельщиками Поддерживает молодых спортсменов Конечно же, начало Впечатляющее Данила Махначевского Поздравляем с этой яркой победой Очень здорово Показал себя уже в первом периоде Молодой борец И принес первую победу Сборной команде Республики Саха Абдусалам Аматханович Гадисов Видите, да, на повторе на трибуне Тоже старший тренер юниорской сборной команды России Итак, вторая пара в этой весовой категории В весовой категории до 57 килограммов Джабраил Тулаев Чеченская республика В красном трико и в синем трико Герман Гурьев Республика Саха-Якутия Да Кстати, забыл представиться С вами комментатор Степан Посельский И ко мне Вот только что присоединился Коллега Александр Посельский Александр, добрый день, добрый день Как настроение Как Чего ожидаешь от наших соревнований? Да, добрый день, Степан Только что мы увидели победу Данила Махночевского, да? Да Хорошая складка Ну и С почином, можно сказать, поздравить Да, сборную команду республики Конечно, очень волнительно, да, на самом деле Молодежное первенство Оно обещает быть действительно очень ярким событием Таким, каким было это первенство 17 лет назад В 2006 году в Якутске во дворце спорта 50 лет победы Прошло первенство страны И тогда первую свою медаль, большую медаль завоевал Виктор Лебедев, да? Да, да, да И Николай Айонитов, и оба борца впоследствии боролись и на Олимпийских играх Так что мы надеемся, что действительно станем сегодня свидетелями зарождения новых звезд борьбы Да, ну, в том году, 17 лет назад Якутскими борцами было завоевано всего 6 медалей Но, к сожалению, здесь, да, вот наш борец Герман Гурьев в опасном положении Да, ну, позавчера, да, министр спорта, наш Ленис Передонов Олимпийский чемпион Павел Пенегин И встречались со сборной командой, напутствовали на победу Ну, они, да, понятное дело, что не все выиграют, не все станут чемпионами Но они просили, чтобы каждый выложился на ковре до конца Чтобы зрители, хоть и борец проиграл, но запомнили, чтобы он боролся до конца И отдал все силы, да Конечно, да, для болельщиков, которые уже центральные наши трибуны заполнили, да С самого утра, с утренней программы Я думаю, что ребята постараются и покажут все, на что они способны Еще раз повторимся, за команду Республики Саха-Якутия будут бороться 42 борца 36 основная команда и 6 дополнительно Ну и важно заметить, что наши борцы, якутские, да Будут представлены во всех веселых категориях Да Это тоже немаловажно Больше всего борцов, конечно, в категории 57 килограммов Где, ну, брошены основные силы наши Будем болеть, конечно же, и за Льва Павлова Который разводен, да, в числе сеянных фаворитов Со своим финалистом, да, которым боролся на турнире Романа Дмитриева Баиром Баендуевым, да Ну, кстати, да, еще один тоже очень сильный борец Здесь из Дагестана представлен Хабиб Мехтиханов, он победитель первенства мира, да Да А, кстати, очень много победителей первенства Европы у нас В общем-то, уже именитые для своего возраста ребята Которые боролись на самом высоком уровне Так что Интересно, 4-0, да, пока на ковре А В пользу Барса из Чечни Джабриила Тулаева Итак, второй период Давайте Будем Болеть за ребят Что сейчас может показать Гурьев Очень хорошо, да, переводит Тулаев Уже несколько раз такой прием он показывал Борцы из 40 регионов, да, если считать Да, 43 региона Да Ничего себе Да Уже 43 региона Ну, то есть каждый день прибывают Спортсмены Даже сегодня, по-моему, утром были Рейсы с участниками соревнований Да, 6-0 ведет Тулаев уже На ковре С Сейчас пройдет очень интересная схватка Мы после этой схватки, наверное, туда перейдем Наш тоже лидер, борец которого мы рассчитываем на медаль Николай Охлопков из команды города Якутска Воспитанник США номер 3 Борется он с Абдулом Калибатовым из Московской области Ну, здесь нам еще, да, 2 минуты бороться 6-0 в пользу Тулаева Герману надо сейчас, конечно, поработать Выложиться на все 100% Искать свою борьбу Мы видели, да, как Ох ты, ну, здесь не очень подготовлено Не получился этот прием Пытается он сейчас выйти за спину своего соперника Но защищается Тулаев Не дает выйти за спину Вяжет руки Ну и арбитр дает свисток Поднимает борцов на центр ковра Пока не засчитывает сейчас пока Арбитр баллов Выходит за поверхность, мне кажется, да, Тулаев И поднимает снова арбитр Накануне состоялась пресс-конференция, да, первенства России И очень много интересных фактов мы узнали В том числе о том, что все победители первенства будут награждены Оригинальными, эксклюзивными поясами чемпионов Очень красивые награды будут для всех победителей Да, ну и денежные вознаграждения Очень серьезные, кстати Обычно даже на чемпионатах России Среди мужчин такого не бывает А тут юниором, да еще и по 100 тысяч чемпионом Вторым призером по 50 тысяч А бронзовым медалистом по 30 тысяч Будут выдавать Также будет вознагражден и тренер Воспитавшего чемпиона В размере 50 тысяч рублей Что тоже очень стимулирует, наверное, борцов Да, Герман Гурьев Наконец, да, зарабатывает первые два балла Он действительно их зарабатывает Очень много работал во втором периоде Выложился И, как мы видим, первые два балла все-таки заработал Но время, конечно, уже завершилось В пользу борца из красного угла Джаврила Тулаева Чеченская республика Так, ну мы теперь предлагаем перейти на ковер С Где тоже идет интересная борьба Николай Охлопков, наш и Абдул Калибатов Счетом 1-2, наш проигрывает, но нет, 0-2 0-2, да, только первый период Ну, Калибатов, насколько я тоже знаю Это победитель первенства Европы, да Тоже в своем возрасте Если не ошибаюсь, конечно Это Кабардино-Балкарская республика И Московская Представляет он Москву Московскую область, да Да, ну, Николай Охлопков Многократный победитель первенств Дальнего Востока Да, Дальнего Востока Республики Саха В своем возрасте по юношам Ну, по всем возрастам он так По нарастающей идет Боролся и на чемпионате республики Среди мужчин в этом году Боролся неплохо Да, интересная схватка Действительно Ну, и старший тренер нашей юниорской команды Василий Прокопьевич не устроив Помогает Нашему борцу Ну, а это тренер из Кабалдино-Балкарской республики Которого я, ну, узнаю Уже много Много раз встречались и виделись И на различных соревнованиях На турнире Кивана и Рыгина Здесь в Якутске тоже Тренер сборной команды Кабалдино-Балкарской республики Вторая, да Лишающая трехминутка Время пошло Активно начал Николай Да, многие путают Николая С другим нашим Титлованным борцом Который выступает за команду Румынии Ну, этот, да Молодой Однофамилец Полная тезка Да, вот неплохо сейчас атаковал Николай Но До Не Сумел полностью сейчас Да, и снова Отдал ногу Сейчас Колебатов атакует Он в более выгодном положении Да, в атакующей появится Сейчас Колебатов Колебатов Ну, неплохо защищается пока Да, пытается он Отдать только балл Да, ну, по-моему, там 2 баллов Или, да Ну, 2 балла здесь Есть Есть, да Здесь-то уже Без сомнений Да, 0-4 это уже Такой Это серьезно, да Ну Конечно, отыграть можно И времени еще достаточно много Но Колебатов Чувствую себя очень уверенно В этой складке Как мы видим, да Отлично Атаковал И Защищается тоже На хорошем уровне Пока Ничего не дал Сделать Николаю Хлопкову Да, 6 весовых категорий Сегодня Так что Видим мы Очень разные Поединки И В больших весовых категориях И вот Да Самой Маленькой Небольшой категории До 57 килограммов Ну Первенство России Которое проходит В Якутске Является Как бы Да Ну Отборочным На первенство Европы И Мира Да Ну Вчера В пресс-конференции Петр Петр Петрович Юмшанов Рассказывал О ситуации Да Вообще Вокруг Российских Спортсменов Российских Борцов В частности Отмечал Что Какие-то ясности Будут Известны Где-то через неделю Да Да Ну Было решено О том Что Да Ребята До 18 И До 16 Лет Они уже Допущены Да Выступать на международной арене А Уже Юниоры И взрослые Да Уже Попозже Решатся этот вопрос Сейчас идет Да Ну такие Юридические моменты Так что Если будет этот вопрос Решен положительно То все победители Будут иметь право Выступить Да На первенствах Европы Мира Да Первенство Европы Пройдет В Испании А Первенство мира Состоится осенью В Польше В Польше Да Да Вчера Кстати Сейчас параллельно Проходит Чемпионат Азии По вольной борьбе Завершились там Грехо-римские борьба Женская борьба Ну и сегодня Завтра Там идет Да и К сожалению Николай Охлопков Проигрывает Сочетом 0-6 Сопернику Абдулу Калибатову Отличную подготовку Продемонстрировал Калибатов Я думаю Что он Тоже Будет Одним Из Претендентов На медали Показал Он Действительно Достаточно Зрелую Борьбу Для Юниора Да Молодого Борца Очень хорошую Подготовку Думаю Действительно Он Может Показать Себя Здесь На более Высоких Уровнях Ровно Месяц назад Здесь На спортивной Арене Триумфа Проходил Международный Турнир О памяти Романа Дмитриева Мы смотрели Тоже Интересные Схватки Украсили Иранские Борцы Безусловно Ну и Многие Которые Там выступали Наши ребята Здесь тоже Будут бороться Так что Многих Мы знаем Так Это У нас Схватка Ахмада Галаева Республика Дагестан И Тамерлана Габозова Представляющего Город Москву После этой схватки Мы увидим Выступление Петра Адамова Это сборная Команды Республики Против Магомед Расула Гаджиева Ставрополь Да Ну очень много Борцов Из Дагестана От этого региона Да Выступает Из Ставрополя И Магомед Расул Гаджиев Тоже Не Исключение Сейчас Да На трех Коврах Параллельно Идут Схватки На стадии Квалификации В весовой Категории 57 килограммов На ковре Б2 Якутского Борца Джулус Петров И Арсен Кондратьев Да Уважаемые Телезрители Да Если Вы Хотите Посмотреть Схватки Со всех Трех Ковров Можете Параллельно Также Подключиться И по Интернету Да На Сайте Wrestling TV .ru Там Все Три Ковра Также Будут Доступны Можете Смотреть И по Телевизору И В интернете Ну а Финальные Поединки Также Будут Транслироваться На федеральном Телеканале Матч Боец В субботу И воскресенье 6-4 В пользу Галаева И последняя Минута В схватке И Галаев Еще Да Сейчас Зарабатывает 2 балла Уже 8-4 Да Уверенно Сейчас Ведет Спортсмен Из Дагестана Конечно Одна из самых Многочисленных Также Команд Прилетела В Якутск Это сборная Из Кавказской Республики Дагестан Понятно Что Одно из Центров Не только Российской Но и мировой Борьбы Участников Да Арбитр Конечно Вместе С командой Тоже Будут Работать На Первенстве На соревнованиях Кстати Главный Судья Первенства России Это Магомед Куракаев Вчера На пресс-конференции Он Говорил Что Впервые В качестве Главного Да Выступает Ему Очень Ему Это Очень Ответственно Но он Заверял Что Судейство Будет Максимально Справедливым Объективным И честным Да И в соцсетях Писали Что Магомед Куракаев Вот такой Принципиальный Человек Никогда Не идет На поводу Никому Будет Там В общем Ожидаем Чтобы Судьи Не вмешивались В результаты Спадок Итак Петр Адамов Выходит Борец Из Представляющий Республика Сахай-якутия Его соперник Магомед Расул Гаджиев Да Ну Петр Адамов Молодой Борец Я помню Его выступление Так называемого Хорсун Хогун Хапсагы Это версия Микс Файта Он стал Чемпионом Республики В конце Года Это Что-то Между ММА И Хапсагаем И борец Из Хангалас Палуса Очень хорошо Чувствовал Себя В стойке Но Здесь Вольная Борьба Да Пока Без оценок Да 0-0 Но Очень Равные Пока Борцы Достаточно Осторожно Веду Складку Издалека Сейчас Прыгнул В ноги Адамов Но Его Соперник Красивым Контрприемом Зарабатывает 2 балла Поднимается Сейчас Катар Адамов Да Нужно Отыгрывать Отыграть Надо 2 балла Сейчас Выйти За спину Попробовать Да Ну Хотя Б Один Бал Да Ну Один Бал Здесь Есть 1-2 В пользу Борца Из Тавропольского Края Да Видим Что Вот На Трибунах На Заднем Плане Раздают Дневники Игр Дневники Первенства Да Снова Проход В ноги От Адамова Но здорово Защищается Его соперник Вот Здесь Мне кажется Уже Да Нет пока Ничего Не засчитали Да Ну Хорошо Вернулся Здорово Адамов Сейчас Снова Проходит Не останавливается В своей атаке Но здесь Уже Его соперник 2 балла Зарабатывает Ну Конечно Такая Скажем Более Юниорская Действительно Молодежная Борьба Где Очень много Баллов Зарабатывают Спортсмены 6-2 Уже В пользу Гаджиева Очень хороший Захват Сейчас Взял И накатил 6-2 Еще Времени Вагон И маленькая Тележка Еще Даже Первый Перед Не завершился Мы видели Что Очень активно Работает Главное Адамов Сможет Я думаю Если Сохранит Энергию Силу На весь Поединок То Это Свои Палы Все равно Немного Подустал Видно Что Да В концовке Первого Первого Периода Опа Вот Хорошая Сейчас Была Возможность Перевода Ну Да Прошел В ног Его соперник Я так понял Это Таким Приемом Он зарабатывает В движении Свой Шестой Балл Да Да Ну И сейчас И Адамов Два балла Заработал И его соперник Тоже Да По 1 И 2 Балла И счет У нас 4-9 Общий счет Хороший Рабочий Счет Да Потому что Очень много Баллов Зарабатывают И отдают И да Это по моему Делегация Из Сонтарского Улуса Да Мне говорили о том Что действительно Очень плотная Армия Болельщиков Едет Из Сонтарского Улуса Вместе И с главой С Анатолием Григорьевым Более 80 Любителей Больной борьбы Приехали Из Сонтара За 1000 Км В Якутск Чтобы поболеть За Льва Павлова И других Да Их по моему 5 5 5 воспитанников Сонтарской школы Борьбы Ну и конечно Они Вот Болельщики Сонтара Будут болеть За всех Конечно Конечно Наших Якутских Вот это да Я думаю Что может быть Такой Даже впервые Чтобы да Вот такой Организованной Группой За 1000 Км И не на самолете А на автомобиле Приехали Болельщики Настоящие Фанаты Вольной борьбы Своих Молодых Ребят Конечно Надо молодежь Поддерживать Болеть за них Чтобы Это действительно Передает сил Ребятам 4-9 И 2 минуты С половиной Еще бороться На ковре А Это весовая Категория До 57 Кг Да Очень хорошие Действительно Нас Схватки Ждут На этом Ковре 57 Кг Адамов О чем мы говорили Да Много борцов Из республики Саха Якутия Если вы смотрите Из другого Другого региона Не обессудьте Можете действительно Посмотреть Все ковры На Wrestling TV Точка Руб Снова Проходит В ноги Адамов Да Wrestling TV Точка Руб Еще раз Ботаряют 2 балла В пользу Снова Гаджиевы Вот Проходит В ноги Вроде Хорошо Да Адамов Но Больше Отдает Из этого Положения Чем Вот Магомед Расула Гаджиев Представляет Ставропольский Край Но Я так Понимаю Он Школа Дагестана Школа Дагестанская Да Конечно Очень много Борцов Из Дагестана Борются За Ставрополь Я вот Помню Чемпион Мира Двукратный Чемпион Мира Так Ну А да Магомед Расул Да Магомед Расул Он Тоже Представляет Ставрополь Один из Самых Ярких Борцов Своего Поколения Наверное Да В России 11-4 В пользу Борца В синем Трико 40 секунд Остается Ну Уже Терять В общем-то Нечего Действительно Разрыв Серьезный 7 баллов Ну Ну Вот Снова Гаджиев Красиво Сейчас На лампочку 2 балла 13-4 Важно На табло Что касается Вот Календарного Плана Да Среди Ну По Мужикам По Взрослым То До Чемпионата России Чемпионат России Пройдет В июне В середине Июня До Этого В конце Апреля В Улан-Удэ Состоится Тоже Такой Всероссийский Турнир С участием Борцов Монголии И других Стран А так же Альевский Да Если не Ошибаешься Произыг Главы Да Боряки Это тоже Будет Большой Старт И для Якутских Борцов Сборная Основная Сборная Сейчас Тоже Готовится К этому Старту Кстати На прошлой Неделе Да В Мирном Прошел Всероссийский Турнир На призы Компании Алроса В честь Призера Олимпийских Игр Александра Иванова Вроде Интересный Турнир Прошел Судя По Составам Участников Да Действительно Из многих Регионов Тоже Сибири Приехали Борцы Именитые Ребята Да За плечами Которых И Медали Чемпионатов России Аслан Трофимов Кстати Да Представитель Сунтарской Школы Вольной Борьбы Это уже Весовая Категория До 65 Килограммов Квалификация Его соперник Из Калининграда Максим Ли Аслан Трофимов Участник Двух чемпионатов Республики Среди Взрослых В прошлом году Занял Если не ошибаюсь Пятое место Будучи Еще 18-летним Еще 18-летним Выиграл Золотую медаль Буквально Тоже Месяц назад С вишним Так что Посмотрим Что Покажет Сейчас Ли Парень Тарфи С интересной Тоже Фамилией Наверное К востоку Более Да Приближенная Чем К Самому Западному Региону Нашей Страны Калининграду Предупреждение Аслану Трофимову Кстати Вот Усна Ипка Со вторника По Четверг Проходил Судейский Семинар Теоретическая Часть Под Руководством Алексея Базулина И Норвард Рустамян Представителя Объединенного Мира Борьбы И Борцы Вчера Сдавали Судьи Вчера Сдавали Экзамены Теория А сегодня Завтра И послезавтра У них Практическая Часть Работа Здесь На соревнования Самое главное Для арбитров Очень важно Конечно Чтобы судейство Было Максимально Объективным И кстати Вот У нас На экране За судейским Стоя Сидит Джулустан Сивцев Тоже Наш Начинающий Судья Который Уже На республиканских Турнирах Имеет Определенный Опыт Да И Сейчас Максим Ли Первый Балл Зарабатывает Хорошо Сейчас Пока В его пользу Да Складывается Борьба Ну и Даже Арбитр Показывал Что Активнее Борец Синим Трико Два Сектора Центрального Сектора Уже Можно Сказать Заполнены Наверное Суд Да В утренней Части Такого У нас Не бывало Наверное Только На чемпионатах России Вот такое Внимание Ну и На международном Турнире Дмитрия Петровича Да Я вижу На коврец Вышел Алексей Антипин Который Представляет Республику Северная Алания Осетия Он Родом Из Нюрбинского Района Его Отец Иван Отправил Своего сына Года 2-3 Назад В Володе Кавказ На училище Олимпийского Резерва И Ну неплохо Выступает Занимает Места В оригинальных Соревнованиях Сейчас он выступает За Там еще Наш тяжелого Есть По-моему Харасхал Бапагай Такая Интересная Практика Опыт Да Конечно Перенимать Опыт И других Регионов Тоже Важно Здесь у нас Да Вот Таким Помощь Небольшая Медицинская Пауза До конца Первого периода Здорово Сейчас За спину Выходит Ли Это Да Показывает Отличный Да 2 балла 3-0 Да Поможем Или Время Там А Нет 4-1 Чет На Табло Так Челлендж Нет Обратно Отдает Кубик Кстати Вот Да Про Нововведение В правилах Также Рассказали На пресс Конференции Да Рустамян Инструктор Объединенного Мира Борьбы Она Сказала О том Челлендж Сейчас Доступен В течении 10 секунд После Торога Изменился Счет На Табло Ранее Было 5 секунд Сейчас Это Стало 10 Секунд И Какой Красивый Бросок Трофимова На 4 балла Безусловно Я бы Дал Может быть И 5 Потому Что На Последних Секундах Амплитудный Красивый Бросок Узнаем Почерк Сударской Школы Борьбы Броски Интересная Школа Вот Кстати Человек Который Наверное Призван Тоже Продолжить Дело Отца Николая 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 Романов Данилова Это Сын Владимир Николаевич До недавних пор Боролся Активно Сам Сейчас Подключился И к тренерской работе Мы знаем Что Своя школа Сунтарской борьбы Сейчас Очень активно Развивается И Очень Хорошие Результаты Показывают Ребята Вот Как порадовал Хочерга Хочерга Классический Прием Наверное В юношеской Юниорской Борьбе Такой Яркий Бросок Который Наверное Учат Уже Самых Маленьких Возрастов И Очень Красивый Бросок 4-3 По моему Все таки На табло Там По одному Балду 4-3 Разница Одна И та же Один Бал Да Любово Дорого Смотреть На Оформление Спортивной Арены Не узнаваем Стал Каждый раз Да Меняется Да Очень Красивые Экраны Да В общем Видео Оформление Действительно Таким Триумф Наверное Мы не Видели Очень Давно Может быть С Кубка Мира Да 19-го Года Да В общем Организация Статусных Соревнований Выходит С каждым разом На новый И новый Уровень В этом Большая заслуга И министерства Спорта Ну и Наверное Главного Оператора Республиканского Центра Спортивной Подготовки Сборных Команд Во главе Михаила Дмитриевича Пахомова Да Действительно Это так Еще один Такой Интересное Положение Сейчас было Не довернул Два балла Дали Аслана В опасное Положение Да Все-таки Поставил Соперники Два балла Все-таки Дали 6-3 В пользу Аслана Трофимова И конечно А даже 7-3 Еще один Болл Дали Нашему Но здесь Важно Не Расслабиться Да Сколько Даст 4 Да 4 Мы видим 11-3 Дорогие Друзья Аслан Трофимов Проигрывал Вот этот Схватку С счетом 0-3 Да И безответные 11 баллов Да И все Практически Да 2 на 4 Балла И 1 Да Челлендж Прилетел Из синего угла Ну Мне кажется Это Бросок был Со стороны Аслана Насколько я понимаю Сейчас Очень красивый Бросок Вот У Ли Соперника У него захвата не было В момента броска Лишь когда Вот За Уже Улетал Да За ковер Но мне кажется Здесь Да Действительно Четкий Бросок Красивый На 4 балла Амплитудный Мне кажется Да Вот Аслан Амплитудный Амплитудный Если кому интересно То Наш земляк Из Нюрбинского Района Алексей Антипин С отчетом 3-2 Пока ведет Схватку У Соперника Из Рассказки Из Ачиты Андар Ачэ Челлендж Проигран Снова Проходят В ноги Трофимов Один балл Надо сейчас Взять Можно Вытолкнуть За ковер Но минута Остается 50 секунд Если выйдет За спину И возьмет Балл То Прозвучит Свисток Арбитра Но Защищается Хорошо Ли Опа Здесь уже 2 балла Минут Четыре 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 Чистая Техническая Победа Да Очень яркое Выступление 14 Лана Трофимова Зрители Оживились И еще Одна Интересная Схватка Нас ждет Да С участием Двух Борцов Из разных Регионов Из Якутии И Москвы Да Да Василий Григорьев И Алан Марзоев Московская Область Я так понимаю Да Московская Область Также В этой Лесовой Категории Да Трибуна Очень живо Реагирует Конечно Я думаю Что В полуфиналах В финалах Здесь будет Действительно Очень жарко Я думаю Что Полный Будет Зал Добавится Еще Болельщиков Василий Григорьев Алан Марзоев 65 Кг Якутия Якутия И Московская Область За ковер Сейчас Сейчас Уталкивая Здесь Бала Не будет В таком Положении Бал Не дают Когда Оба Спортсмена В партере Более Более 300 Участников И Как мы Сказали Сегодня 6 Весовых Категорий Для Алексей Алексей Антипин Якутский Борец Выступающий За Республику Северную Осетию Аланию Победил Соперника Из Республики ТВА Чисто Технически Алексей Антипин Да Ну пока Вязкая Борьба Проход В ноги Морзоева И Обратный От Григорьева Да Сейчас Что Показывает Два Балла Показывает Григорьева 2-0 Ведет Тоже Интересный Бросок Был Молодежная Борьба Она Такой Должна Быть Такой Яркой Открытой Да Когда Бороться Как не В таком Возрасте Да Показывает Все Что Наработал На Тренировках Что Умеешь Красиво Поднимается Здорово И 4 балла Это 4 балла 6-0 Григорьев Красиво Ничего не скажешь И еще В партере Неплохо Сейчас взял Захват Но Видимо Устоит Все-таки Да Морзоев И свисток Арбитра 6-0 Интересно Развивается Событие Да Проход был Хороший От Морзоева Но вот Обратный Прием Коварный Прием Просто Или борцы 2 минуты И тут Да И еще На 4 балла С прохода В ноги От Григорьева Амплитудный Красивый Бросок Прямо На спину Можно сказать Да Работает Морзоев Ему надо Откидывать Хотя бы Несколько Баллов За оставшиеся Секунды Первого Переда 10 С лишним Секунд Остается Так Ну а Для тех Кто Не совсем В курсе Программы Сегодняшнего Дня Напоминаем Что Квалификационные И отборочные Поединки В категориях До 57 65 74 86 97 И 125 Кг Сегодня Будут идти До 16 00 А потом Будет Небольшой Перерыв И В 16 40 Начнутся Полуфинальные Поединки Финалы Будут Завтра Дорогие друзья В этих Бесовых категориях Сегодня Только Полуфиналы Вечером Отвестless Казахстан КТВ Как Убород 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 Харяu Думы 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 Подвиж Василий Григорьев ведет схватку, еще атакует. Завтра состоится торжественное открытие в 16.00. Кстати, в Якутск приезжает, завтра прилетает глава президента Федерации спортивной борьбы России Михаил Геразьевич Мамияшвили. И вместе с ним, наверное, много почетных гостей будет, да, Степан? Ну, точно я сказать не могу, но да, приглашения были отправлены, я не думаю, ну не знаю, кто точно приедет в Якутск. Но Михаил Геразьевич обещал, что сам он действительно обязательно побывает здесь в Якутске и посмотрит финальные поединки, да. В субботу и воскресенье, напомним, у нас решающие схватки пройдут. Но не в этом суть, скажем так, потому что самое интересное обычно всегда случается в предварительных поединках. Те, кто любит борьбу и постоянно следит за соревнованиями, знают о том, что не надо пропускать, да. Ну и спортсмены сами признаются, что самые тяжелые такие схватки проходят в четвертьфинале и в полуфинале. Да, конечно. Особенно в четвертьфинале, потому что, ну, в полуфинале там чуть-чуть отдыхаешь, да, а четвертьфинал там, ну, такой... Да, очень много схваток проводишь, да. И в шаге от медали он очень такой ответственный, ответственная стадия. Груз ответственности есть, да. Ну, два балла точно есть. Да, судья показывает четыре. Мы не против, да? Мы не против четырех, Степан. Ну да, красиво. Красивую борьбу показывает Григорьев, на самом деле, да. Молодой совсем борец. Как видите, юношеское вот такое выражение, да. Слава категория до 65 килограммов. Нет, все-таки 8-1, мне кажется, да. 8-1. И последние секунды схватки. Республика Сахая-Якутия и Московская область. Борцы перед вами. Василий Григорьев выигрывает схватку. Итак, Василий Григорьев. Республика Сахая-Якутия побеждает первую схватку. Это для него квалификация. А сейчас мы предлагаем вам перейти на другой ковер. Ну, после, конечно же, видеоповторов. Ну, здесь все-таки не бросок был, наверное, да. А здесь два балла, я думаю, что справедливее. И так и было, да. В общем-то, руководитель ковра так и показал. Так, это у нас проходит схватка в категории до 57 килограммов. Мухаммад Амин Куштов, Хабаровский край. И Магомед Азир Абдурашидов. Республика Дагестан. После этой схватки мы увидим выступление Яна Васильева, нашего борца, против очередного дагестанского соперника. Магомед Амина Арсланберкова. Затем пройдет противостояние двух якутских борцов в категории до 65 килограммов. И на Кейте Антонов и Игорь Матвеев. Вот такое вот небольшое ознакомление, да? Да, здесь пока ведет борец с Синим. Кстати, тут счет 10-12. Да, очень яркая схватка. Волейбольный счет. Да, и последняя минута. Ну, можем поболеть за нашего соседа из Хабаровского края, да? Дальневосточника. Конечно, да. Соседний регион Хабаровска. Который граничит с нашей республикой бескрайней. 50 секунд. Абдурашидов со скучающим видом пока удерживает счет. Но Куштов, глаза у парня горят. Я думаю, что попытка атаки будет. И сразу же со свистком бросается в ноги Куштов. Не получается. То есть, атакующее действие. Да, хорошо. Синий, да, борец с Синим красиво сейчас перевернул соперника на и один балл. Зарабатывает 28 секунд и 4 балла. Разрыв. Да, видно, что подустал дагестанский борец. Да, надо подозвать арбитру к центру. Дать свисток, дать поработать Куштову. Четыре балла. Полминуты целых. Один бросок или проход-перевод, да? Переворот. Да, на 4 балла только может спасти бросок. Но защищается здорово Абдурашидов. Проход в ноги снова от Куштова. И последние секунды может он поднять и бросить. Но 2 балла, я думаю, здесь он заслужил точно. А время остается сколько? Сейчас посмотрим. Секунд, наверное, 4, 3, 5, может быть, не больше. 4 секунды, да, точно. 4 секунды. Да, сильно устал. Еле-еле. Да, вот это был бы бросок на 4, если бы получился, было бы красиво. Но время завершается. И счет 12-4 в пользу Абдурашидова. Борца из Дагестана. Но силы он потратил в этой сварке. Куштова мы можем только похвалить за этот поединок красивый тоже. Пытался он до последнего, отдал все силы и заслужил тоже буквальные слова. Магомед Амин Арсланбеков. Куштова, 507 килограммов. Началась схватка. Так, молодой Ян Васильев тренируется под руководством заслуженного тренера республики Степана Петровича Севцева. Именно он сидит, да, в углу борца нашего. Да, пропустил проход. 2-0. 0-2, вернее. Да, ну, все борцы, да, все борцы, звезды, олимпийские чемпионы, чемпионы мира, Европы проходят через этот возраст. Молодежное первенство России. И многие выигрывают. Наверное, исключением составляет только Абдул-Рашид Сутулаев, который в 18 лет уже стал лидером взрослой сборной России. Да, это уникальные, да, такие борцы, которые... Да, и поэтому он уже пропускал юниорские первенства России, потому что он уже был в первой команде России. Это такое исключение из правил Абдул-Рашид Сутулаев, а другие остальные, тот же Заурбик Седаков. Много боролся с нашим в финале, в том числе первенства России, в Иркутске с Германом Устиновым. 0-2, по-моему, тогда проиграл Герман Устинов. Заурбик Седакова в финале первенства России до 2021 года. В будущем олимпийскому чемпиону, да? Проход в ноги от Арсланбека в основу, и 2 балла он свои. Честно, зарабатывает 4-0 в пользу борца в синем трико. Двукратным победителем первенства России в этом возрасте является наш Станислав Сюнобоев. Который выигрывал, да, в прошлом году и в позапрошлом году. Причем в таком доминирующем стиле он побеждал своих соперников. Всех буквально 10-0 и так далее. Да, с большим разрывом, да, в счетах выигрывал. Да, но Станислав сейчас ему уже больше 21-го, поэтому он переходит, перешел уже... Ну, сейчас уже до 24-х тоже есть такая возрастная категория. Недавно мы были свидетелями первенства Дальнего Востока в этой возрастной категории. И победители-призеры также зарабатывают право выступить на чемпионате России. Ну, на самом деле, я думаю, что это все делается для пульса, да. Для того, чтобы больше борцов боролись на соревнованиях. Больше было и самих соревнований. Он всегда идет, конечно, в пользу развития конкретного вида спорта. Вот они, олимпийский чемпион Павел Пенигин, чемпион мира Герман Кантоев. Кто еще там был, не успел разглядеть. Вадимир Григорьевич. Артур Константинов, мастер спорта международного класса. Тренера Михаил Каженкин и глава Аллагарского наследа Чарапчинского луса. Аконечников Иван Иванович. Да, известный болельщик вольной борьбы. Эксперт на ток, я бы даже сказал, да. Один из самых преданных, наверное, болельщиков вольной борьбы. Не пропускает соревнования. Часто выезжает тоже, да, поболеть за наших борцов. Очень похвально. И, конечно же, он не мог пропустить наше первенство. Да, несмотря на то, что сегодня пятница. Да, зрители, да, в первой половине дня достаточно много. 6-0 в пользу борца в синем. Кстати, вот за последние несколько лет, 2-3 года, очень серьезно взялись за тему подделки паспортов, возраста юных спортсменов. И сейчас этим, я так понимаю, строго и все честно, да? Да, и, по-моему, человек тоже, ответственный за эту работу, тоже приехал в Якутск от Федерации спортивной борьбы России. А, вот и я ее вижу, да. Это очень важная работа, конечно, чтобы все было честно, понятно, открыто. Этими прекрасен, на самом деле, спорт, когда победа достается, да, в честной, красивой победе. И благородной борьбе. Да, есть даже такая пословица. Трижды сладостная победа, одержанная в честной и благородной борьбе. Да, это чистая победа от Арсланбекова, с чем мы его и поздравляем. Проходит он в следующую стадию. Стадию одной 16-й года. Да, ну, наверное. Так, ну, сейчас на ковер выйдут представители весовой категории до 65-ти килограммов. Посмотрим сватку якутских борцов. Иннокентий Антонов и Игорь Матвеев. Здесь, наверное, стоит обратить внимание на Матвеева, который выйдет из синего угла. Это такой тоже наш лидер весовой категории. Игорь Матвеев признавался лучшим борцом первенства республики в памяти Николая Захарова, Сахача. Вот он, Игорь Матвеев, в синем трико. Иннокентий Антонов, воспитанник Чуропчинской школы борьбы. Матвеев является воспитанником, ну, сам уроженец намского луса. Арбитр призывает бороться активнее борца Краснам, Трико, Антонова. Пока устные замечания. Да, три этапа сбора провели наши борцы. Первый этап был в январе. Это подготовка была в Дагестане. В феврале и марте перед международным турниром Армана Дмитриева сборы проводились в ЦСП Триумф. И после небольшого перерыва очередной трехнедельной тренировки в родном зале, тоже в ЦСП Триумф, провели наши молодые борцы. Ну и Василий, не устроив старший тренер сборной республики, отмечал, что на турнире Романа Дмитриева, члены сборной команды республики боролись после больших нагрузок. Основной старт он отмечал, будет на первенстве России. Вот он прямо сейчас, сегодня. Да, на турнире Романа Дмитриева ребята выступали под большой нагрузкой, да. Ну, конечно, главной целью было выступить успешно именно на первенстве страны. Матвеев, как мы видим, да, подтверждает свое лидерство и уже 7-0 ведет в этой схватке. За полминуту до окончания схватки 9-0 уже ведет. И если он возьмет еще один балл, то выиграет досрочно. Да, многие, наверное, ожидают, когда же выйдет наш Лев Павлов. Лев Павлов выйдет с 17-й парой на ковре А. Да, ну, еще опять 6 схваток и мы увидим льва нашего. Против Рахмана Исламова из Чеченской республики будет бороться Лев Павлов в первой схватке. Да, кстати, нельзя нам упустить еще одну интересную схватку в этой весовой категории. Между Баиром Баяндуевым, победителем турнира Романа Дмитриева и Хабибом Мехтихановым, победителем первенства мира. Среди, наверное, юношей, да? Да, юношей, да. Эту схватка будет центральной, одной из центральных на этом ковре. Ну, и второй период. Со счетом 9-0 ведет у нас Матвеев. Г-щ mesma. Г-щи, 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 Г-щи. Ты, т-т-т-т-т-т-т-т-т-т. Г-щи. Ба-г-га-г-га-г-га-г-г-га-г. Песня в связи. Песня в нюх! Г-щи. Игорь Матвеев одерживает уверенную победу. Техническая победа и поздравляем с выходом в следующую стадию. Конечно, все только начинается, но начало хорошее, многообещающее, сказал бы, да. Следующая схватка в этом весе тоже интересный состав. Николай Спиридонов Республика Саха и его соперник Сергей Клименко из Калмыкии. Такая у нас широкая география. Напомню еще раз, 43 региона представлены на коврах Центра спортивной подготовки «Триумф». Далее пройдет схватка между Красноярцем Антоном Сучковым и борцом из Ямало-Ненецкого автономного округа Адамом Магомедхановым. Какие, да, какой разброс географии. Николай Спиридонов тоже один из наших лидеров в этой весовой категории. Если не ошибаюсь, победитель первенства Дальнего Востока и его соперник из Калмыкии Сергей Клименко. Всего допуска на первенство имели около 400-390, если быть точным, борца. И вот у нас больше 300 участников, 306, если не ошибаюсь, тоже. Ну, внушительный состав действительно участников. все лидеры прилетели в Якутск, как отметил старший тренер Абдусалам Гадисов на пресс-конференции. Обещал он, что это будет очень интересное, очень интересное соревнование. Это мы, конечно, не сомневаемся. На трех коврах схватки у нас проходят. Все, кто могут уделить время приехать в центр ЦСП Триумф. Обязательно приезжайте. Я думаю, что атмосфера вас тоже удивит. Здесь очень все и оформление, и, конечно, болельщики, которые действительно центральные трибуны уже заполнили и очень активно болеют за наших борцов. Атмосфера праздника спортивного. пока по нулям первая минута завершается и активнее призывает бороться арбитр. Один из сложных вопросов, которым задаются арбитры, это кто активнее в данный момент работает. и должны арбитры наказывать соперников за борцов за пассивную борьбу. Тем более за уклонение от борьбы. Такое тоже бывает там на последних секундах могут дать и бал соперников в центре ковра пока Спиридонов. Попытка прохода от Клименко встречает Василий, а Николай Бал Николай Спиридонов за пассивное ведение борьбы его соперника Сергея Клименко 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 проходит сейчас за ноги держит но здесь оцененных действий пока еще нет. надо поработать. Если даст арбитр посадил да? Сколько сейчас баллов? 2 балла дают Клименко 2-1 уже в пользу Сергея Клименко борца из Калмыкии забирает обратно челлендер арбитр. ведет гость из Калмыкии перерыв 30 секунд борца на отдых и со второй вперед решающий период. Калаю надо прибавлять конечно. Один балл он заработал только за счет предупреждения арбитра. Здесь тоже просил по-моему да? выход за спину 2 балла. раз раз за Ну спокойно пока Николай. Надо искать подходы к сопернику, ключик, взломать оборону. Вот все-таки получается пройти в ноги Николаю, надо здесь качественно поработать. Красиво сейчас попытка броска была от Антонова. И 4 балла показывает руководитель ковра. Вот это да. Сейчас разрыв может быть очень серьезный. Челлендж бросает. С угла Антон. Да. Спиридонова. А табло там у нас немного неправильно все показывает. И в плане баллов и даже цветов трико. Нет, 6-1 в пользу Клименко должно быть. Надо поменять фамилии на табло. Обращаемся к нашим титровальщикам. Повнимательнее работать. 6-1 ведет Клименко. 4 балла я все-таки да. Я бы тоже, наверное, дал. Это был красивый очень прием. И ведет уже с серьезным отрывом Сергей Клименко. Борец из Калмыкии. Еще раз повторимся. Интересный тоже спортсмен к нам приехал в гости. Активно защищается. Вроде хорошо атаковал спиридонов. Активнее надо работать. Еще минута 40 с лишним работать. Время есть. Надо ловить спортсмен. Бросок желательно, конечно. Да, хотя бы на 2 балла атаку провести. Попытка вынести за ковер не получается. Минута 20. Есть ли силы еще так активно работать. Пока минута 15 еще остается. Не переставая идет вперед спиридонов. Но надо было так работать с самого начала. Я думаю, что справедливо сейчас. Наказывают соперника за пассивное ведение борьбы. Он только ушел в сбокую защиту. Проход за спину. И первый еще 2 балла берет. 3-6. Интересная сейчас ситуация. Минута и 2 секунды. Минута 2 секунды. И 3-6. Пока еще в пользу борца из Калмыкии. Проходит в ноги Клименко. Для него это скорее больше защита. В атаке лучше защищаться. Правильно он сделал, конечно, что прошел. И время сейчас он зарабатывает. И еще 2 балла в свою пользу. 8-3. Времени остается совсем немного. 35 секунд. Уже пора давать свисток арбитру. 34 секунды. Только бросок на 5 баллов. Или на 4. Плюс переворот. Или на туши победа может спасти. Николай Спиридоново. Идет вперед Николай. Ну да, остается всего немного. И попытку надо сейчас на бросок взять. 20 секунд остается. За ковер выходит Сергей Клименко. Из Калмыкии тоже были, да, в свое время борцы. Так что это не так, чтобы удивительно. Это тоже регион, где любят единоборство. Которым руководит спортсмен. Да. 5 секунд остается. И 5-8 в пользу Клименко. Последние секунды истекают. 65 килограммов выходит победителем Сергей Клименко в первой своей схватке. Так, ну Николай Спиридонов, к сожалению, проигрывает схватку. Да, очень красивый бросок показал Сергей Клименко. На 4 балла. При том, что прошел в ноги его соперник. Очень интересное движение. Может быть, нам покажут. Бросок. Вот он. Да, пистолетом, да? Да, красиво. Вот. 4 балла. Ну и защищается здорово. Ну и на последних секундах тоже очень грамотно себя повел Клименко. Прошел в ноги. Время выиграл. И даже 2 балла заработал. Следующая схватка между борцом из Красноярска и Антоном Сучковым и спортсменом из Ямала-Ненецкого автономного округа Адамом Магомедхановым. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, Никита Сучкова, а многие знают, по его выступлениям Антона, вернее, а его брат Никита, да, известный борец, многократный призер чемпионатов России, Ярыгинских турниров. Никита, брат Антона, кстати, побеждал на турнире Коркина в Якутске здесь, если не ошибаясь, что в 2018 или 2019 году в финале тогда Коркинского турнира он победил Франко Чамизову, кубинска, итальянца кубинского происхождения. И вот его брат из Красноярска, внешне очень похожий, тоже идет по стопам своего старшего брата, выступает неплохо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 2-0 в пользу Антона Сучкова. Если добавить, то не только брат, да, борется сейчас, но и отец боролся в семье Сучковых, то есть это семья борцовская с традициями. Ну, понятно, что Красноярск это в целом, да, сильнейшая школа сибирской вольной борьбы имени Дмитрия Георгиевича Мендеяшвили, героя труда, человека, которого называют лучшим тренером 20-го столетия, воспитавшего ни одного олимпийского чемпиона. Да, достаточно сказать, что Дмитрий Георгиевич Мендеяшвили, тренер Ивана Ерыгина. Да, это не просто чемпионы, да, это явление в мировом спорте. Люди, которые, в общем-то, изменили, наверное, да, и в борьбу, и в целом повлияли на олимпийское движение в плане популяризации, имена, которые стали, которые знают все, в общем. Да, какой разброс, да, в регионах, в географии, очень интересно на самом деле. Только что боролся спортсмен из Калмыкии, недавно видели из Калининграда борца, вот Ямало-Ненецкий автономный, Красноярск, Хабаровск уже видели, да, вот, велика, конечно, страна. Не говоря уже о Дагестане и других странах, Кавказских. Да, ну, это понятно, да. Кавказ, Якутия, ну, и пока еще мы не видели наших соседей из Бурятии, но мы обязательно их увидим, конечно. Тоже одна из сильнейших школ, да, ну, Дальнего Востока, это точно. Счет пока неизменный, 2-0. В пользу Красноярца. Две минуты остается до окончания схватки. Очень спокойно работает пока. Антон Сычков. Не дает соперник что-нибудь сделать. Такая вязкая борьба сейчас идет, закрытая. Вяжет Сычков соперника, нагружает его шею. Такой классический, оборонительная борьба, классическая. Ну, здесь арбитру может быть уже, можно и вмешаться тоже. Хотя, ну, тут не скажешь, что вторым номером работает, да, на самом деле. Он тоже, даже, больше, наверное, работает, чем соперник, но... Разница все-таки в классе, наверное, да, видна здесь. Ну, Сычков не атакует. Ну, и полуфиналы сегодня тоже будут, конечно, очень интересными. В шестнадцать-сорок. Тоже обязательно подключайтесь и к эфиру. На телеканале НБК Саха, телеканале Мамонт. И, конечно, можете посмотреть здесь вживую. Там будет шесть весовых категорий. Очень много красивых схваток нас ожидает в полуфиналах. Уже отобранные сильнейшие борцы будут показывать качественную и красивую борьбу. Вот эту борьбу, конечно, ну, назвать очень красивой, наверное, нельзя. Но Антон Сычков, конечно, заработал свою победу 2-0. Не стал он тратить силы. Малой крови, да? Да, ну, конечно, да. За счет класса, что называется. Но такое тоже иногда наказывается, да, на последних секундах. Может быть, очень... Когда уверенность перерастает в самоуверенность, тогда это бывает очень опасно. Тоже касается и, к примеру, да, в предыдущей схватку, когда Спиридонов вроде постоянно работал первым номером, но вот в одной контратаке отдал он 4 балла, и в итоге откликать их не смог. Да. Хотя, наверное, можно было его считать фаворитом этой схватки. Следующая пара Кемерова. Болеец в красном трекуле. Это Кирилл Копытов. И дагестанец Магомед Мурад Яхьяев. Яхьяев такая достаточно известная фамилия. Да, борцовская, да, фамилия тоже. Ну, наверное, в Дагестане практически все фамилии можно назвать. Борцовская фамилия. Да, Магомедов, Гаджиев, Яхьяев. Ну, посмотрим, Кемерова тоже, мы знаем, да, большое внимание уделяет в последнее время. И проводят очень хороший турнир там, в Кузбассе, да. В общем, к спорту большое внимание в этом регионе. И дети Азии, зимние дети Азии буквально вот тоже недавно провели в этом регионе сибирском, промышленном регионе. И, кстати, они вот первые, по-моему, из регионов приехали сюда и проводили совместные сборы с нашей командой. Это тоже говорит о том, что вот внимание уделяют спортсменам. Не просто там выделили деньги, да, на билеты, да, а вот на подготовку к первенству. За две недели они практически приехали и занимались в зале, то есть и прошли акклиматизацию. И, конечно, здесь и питание, и проживание прямо здесь, в центре спортивной подготовки «Триумф», что очень удобно для подгонки веса, для, в общем, для всех подготовительных мероприятий. Вот проход в ноги от Копытова. Тоже интересно защищается Яхьяев. Такая интересная борьба на самом деле. И здесь попытка броска от Яхьяева, но Копытов не так прост. Он взял в ноги соперника, защищается. Так, а балла никому нет. Ну, здесь нет, нельзя давать лекарства здесь. Ну, нет здесь. Я бы не дал здесь. Ну, и судят уже. И поднимает, без оценок. Поднимает арбитр. Ну, Копытов очень активно работает. Очень позитивный молодой человек. Видели его здесь, в зале борьбы. Вместе с тренером тоже очень молодым тренером. Приехали, по-моему, трое или четверо спортсменов были. И в больших весах тоже будут они выступать. И думаю, что они конкуренцию серьезную должны составить и другим регионам. Вообще, я ожидаю, что в скором времени и в Сибири должен быть такой, да, должны новые центры развития борьбы появляться. Олимпийские медалиемки, в котором Россия по праву считается одним из сильнейших. Так, здесь балл, да, один балл. Первый балл зарабатывает Копытов. Ну, молодец он именно, что зарабатывает. Что это не было случайностью. Он очень активно работает. Он очень свеж, хорош, на самом деле. И 2-0 ведет уже Копытов. Похвально. С борцом из Дагестана очень. Ну, не скажу, неожиданно, но, конечно, это сложно всегда. Серьезнейшей конкуренцию, конечно, вот проходят, да, борцы, которые выступают на Северном Кавказе. Там концентрация борцовских республик и Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Дагестан, Северная Осетия, Алания. Вот, да, тренер, который вместе с ребятами приехал за две недели до соревнований. Все-таки это дает свои плоды, да, подготовка здесь, в ЦС, да, триумф. Ну, здесь. Заработал свои баллы Копытов. Кирилл Копытов и Магомед Мурат Яхьяев. Сразу же бросается в ноги Яхьяев. И красиво сейчас зацепил, да, внутренней стороной. Два балла есть или нет еще? Еще нет, да? А, он все-таки взял. Здесь-то уж точно два балла есть и работает активно в парте. Взял руку еще, да, еще один переворот. Четыре-два. И вышел за ковер Кирилл Копытов. Там уже шесть-два горят на табло. Это правильно, потому что там сперва за спину и сразу был сходу переворот. Еще один. Да, очень решительно, конечно, начал второй период Яхьяев. И на других, да, коврах у нас интересные схватки. Ну, а Копытов, таким не менее, два балла отквитал сразу же. И две минуты 12 секунд. Четыре-шесть. Счет. Пока еще в пользу Яхьяева. Он с одной атаки шесть баллов взял. Копытов дважды по два, да? Ну, это будет интересно. Бросок. Ну, здесь вот, да, четыре балла. Опасное шееположение. И, видимо, пытается на туши все-таки выиграть, да? Яхьяев, и получается у него перевернувшись. Хороший мусор, да, и вывернулся. Да, здорово защитился все-таки Копытов. Как он это сделал? Десять четыре. Я так не понял. Ну, да, ну, с общего кадра, с повтора, наверное, посмотрим, как вывернулся все-таки Копытов. Здесь четыре, шесть баллов разрыв уже серьезный. Но терять уже особо нечего, надо идти в атаку. Ух ты, и бросок. Да, вы четыре балла. На четыре балла уже красный борец, да? И обратно на туши он пытается взять. Кирилл Копытов. Красивая схватка, ничего не скажешь. Восемь-десять. И в опасном положении держит. Ну, и обратный переворот сейчас. На два балла точно, да? Ну, пожалуй, пока это самая яркая схватка, да? В первой половине дня. Двенадцать восемь. Двенадцать восемь пользы Яхьяева. Качели, качели. Да, я думаю, что мы еще увидим здесь бросок. Нет, все нормально. Говорит арбитр. Минута последняя. Тут у нас трибуны взорвались. Потому что на центральном ковре борется якутский борец Нюргун Малышев. Он проигрывает со счетом 4-5 соперника. И идет последние секунды, да. А Капутов, тем не менее, атакует и атакует. Не останавливает. Да, и снова два балла. Десять-двенадцать. Вот это да, вот это шмарка. Да. Ну, сил-то точно должно было остаться больше у Капутова, мне кажется. Да, чуть-чуть он все-таки попсил. Сейчас хочет вроде взять паузу, да, небольшую? Да, он обращался и до этого, пытался вызвать медика. Говорил, что кровит, может, нос, да, но арбитр показывает, что бороться надо. И снова зря, мне кажется, да, сейчас? Нет, здесь два балла сейчас может взять, конечно, Яхьяев, но пока засчитанных действий нет. Время, конечно, тратит сейчас хорошо Яхьяев. Яхьяев и четырнадцать, четырнадцать, да. Ну, при такой схватке четыре балла. Так, и сейчас будет небольшая пауза медицинская, потому что, да, вот Яхьяеву требуется небольшая помощь. Девятнадцать секунд все еще есть время на одну хорошую атаку, подготовленную атаку, бросок. Девятнадцать, да. Продолжение следует... 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 на ковре b 20 счет скользкий у по вот это как раз о чем-то говорил да счет уже в пользу там биво с одного движения он зарабатывает два балла и ведет в этой встрече такой и красиво сейчас ким якутским приемом до или что пятки проход до в пятки 4 2 карачаева черкесии тоже борьба в почете конечно да и национальная тоже борьба есть да уже 42 в пользу там биева полторы минуты остается на ковре бы кстати вышли борцы весовой категории до 125 килограммов да это алан калексаев и хабиб продавал давуд гаджиев после эти схватки на ковре бы начнутся 1 16 финала очень интересный поединок нас ждет наверное после этой схватки мы перейдем на ковер b где поболеем за нашего данила махначас кого против магомеда сайпудинова да это уже до стадия 1 16 до финала за выход в одну восьмую весовой категории до 57 килограммов на центральном ковре это будет там беев еще два балла зарабатывает ведется еще там 62 а заистан балла не будет к сожалению это юлиана 34 секунды снова в пятки проходит там беев интересный прием кстати наш действующий сейчас министр по физической культуре и спорту нашей республики ленин спиридонов очень здорово этот прием исполнял свое время наверное пытается сейчас перевернуть соперника сильвестра здесь да он сам накрывается скорее 2 балла до 2 балла посмотрим на табло 74 пользу там бива и свисток время завершилась и азрит там беев выходит следующую стадию а мы перейдем на центральный ковер ковер б смотрим как набирал баллы там беев такой перевод в стиле заурбиты седакова на ковре а через три схватки выйдет лев павлов а пока мы посмотрим на ковер б где через одну схватку да мы на центральном ковре да я так понимаю сейчас да алан келексаев и хабиб давуд гаджиев счет москва и дагестан пока 11 посмотрим затяжками почему бы нет уделим внимание и этой весовой категории это стадия квалификации тоже это последняя схватка до стадия квалификации в этом весе перерыв в этой схватке шамиль и куде магомедов с полотенцем шамиль чемпион европы сейчас работает в тренерском штабе сборной да и старший тренер по моему да вот команда дагестана в этом возрасте счет равный 11 телесаев давуд гаджиев 2 3 минутка на так не скажешь да что парням по 20 лет да ребята большие да и впечатляют физическими так скажем данными так да мы видим от обоюдный чтобы все-таки за ковер давудом давуд гаджиев дагестанец а мы видим что его соперник из алан келихсаев из осетии да в общем воспитанник наверное тоже осетинской школы вольной борьбы такое классическое противостояние двух республик кавказа тоже сильнейших школ келихсаев и давуд гаджиев 2 1 в пользу борца из дагестана пока полторы минуты около полторы минуты еще бороться попытка проходов но красиво сейчас бросил давуд гаджиев но два балла минимум здесь 4 хотя один не знаю ну да 4 4 1 давуд гаджиев минута двадцать ну и напомним что сейчас после этой схватки мы перейдем к весовой категории до 50 7 килограммов где уже начнется стадия 1 16 финала магомед сайпудинов дагестан и данил мох ночевский до республика саха интересная схватка нас ожидает также на этом ковре стадия 1 16 пройдет и в весовой категории до 65 килограммов вторую схватку проведет василий григорьев против борца из бурятии руслана толстикова весит до 97 килограммов тоже пройдут схватки в 1 8 финала на этом ковре утренней программе да так но здесь схватка завершена победил давуд гаджиев и на коверга приглашаются магомед сайпудинов на наших экранах абдусалам гадисов и александр кантоев гадисов кстати как вы знаете является старшим тренером а сборной россии в этом возрасте до 21 года так а пока мы ждем выхода на ковер данила махначевского для магомена сайпудинова эта схватка станет а стартовой первой на этом турнире он начинает с соревнования со стадии 1 16 пенале пенала а данил махначевский провел одну схватку красивую схватку на стадии квалификации победил своего соперника абдулаева на туши да ну хороший перевод видим что сайпудинов да хороший да за пятки и два балла взял взял два балла и еще один балл 3-0 а данил ведет махначевский неплохо неплохо мы видим что вот такие переводы да у сайпудинова это дагестанской школы борьбы многие так и 4 балла да вот это кочерга 4 балла чистые 4 балла и махначевский ведет 7-0 довольно неожиданно для всех это случилось приятная неожиданность данил махначевский обязательно мы посмотрим на повторе ну видим что физически немного наш уступает тут сайпудинов такой крепыш но тем не менее данил махначевский проводит ну не будем забегать вперед но а да времени еще предостаточно совсем немного до времени прошло минуты 13 всего и красиво сейчас мы увидели как борется махначевский 7-0 ведет Ассен Николаевич Иргун Валерич Семен Накентич в общем известный в спорте в виде нашей республики так всего полторы минуты вот прошло с начала поединка уже 7-0 в Попытка прохода от сайпудинова но защищает сам их начальство хорошо последние минута первого периода сейчас пойдет останавливаться главное не надо махначевскому доработать в том же ключе хочет забежать за спину похвальность активен махначевский сейчас снова перевод да вот попытка перевода от сайпудинова кажется что успешная да и два балла все-таки ответа сайпудина в 27 и работает партере нет все-таки время 26 секунд остается это только первый период так что последние секунды что-то случилось так первый период в пользу нашего борца со счетом 2-7 данил махначевский если будет повтор то посмотрим как его как данил набирал баллы красиво сперва вот за пятки заставила врасплох от дагестанца теперь дальше сейчас будет четверо-бальный бросок на второй период и три минуты еще а вот ребят чтобы показать выяснить да кто выиграет атакует конечно сайпудинов проигрывает снова попытка перевода хорошая защита опасно здесь вот снова такие переводы очень коварные но пока данил всеми силами справляется и ох то тут сколько даст два балла да да два балла два балла сайпудинову 47 на ковре цена борется наша хорошо знакомый сергей пушкин и сайта коми ведет схватку со счетом 7 0 у соперника из москвы на данном другом ковре наш тяжелый вес тоже было роман несеров михаил михаил несеров джабраилом анзоровым 125 килограммов так махначевскому сейчас конечно надо самому мне кажется да все таки работать не уходить защиту мы видели как сайпудинов эффективно да да переводит переводит здесь надо что-то другое предложить если выйти в защиту то мало рано или поздно за это накажет его соперник как говорится лучшее защита это нападение для надо сейчас минут 15 сейчас махначевский взять соперника но его соперник снова попытку прохода в ноги сделал и с этой позиции тоже мог атаковать разрыв 3 балла и минута 3 секунды до окончания схватки все еще очень опасно да ровно одна минута здесь чемпионская минута что называется сейчас кому надо работать все таки сильнее бороться больше двигаться заставлять соперника тоже отдавать силы не готовить нет не давать время на подготовка и атаки да вязать хорошо двигаться да подустал все таки сайпудина видим отдал много сил последние две минуты очень много он атаковал и здесь махначевскому надо защищаться пытается он только вот взять ведь это бросок и последние 8 секунд да один балл все таки судья дает сайпудинова за уклонение от борьбы 5 секунд остается еще один балл 2 балла просит мне все таки один балл 2 балла но по качеству и я уверен что мы ведем по качеству зачем до этого просто доводить я тоже не очень понимаю один балл показывается и подниму руководитель ковра и главный судья наверно решат что здесь происходит тяжелая схватка для данила его николаев стихо да его личный тренер так понимаю и так 4 секунды дагестанец будет сейчас идти вперед и только вперед данил стоит стоит и все победа данила махначевского хоть и счет 7-7 но по качеству по у нас был 4-бальный бросок да и видим что пал палыч довольно сильного соперника прошел данил до жаре руки на очень интересная схватка прошла но что здесь кажется по борьбе выиграл конечно здесь на 4 балла был бросок который решил в общем-то и исход этого поединка до первом периоде именно качество при равенстве очков решающий роль играет так может быть мы перейдем на сухой до ковер интересно ну можно приготовиться на ковил на ковре а сейчас выйдет через одну схватку а наша лев павлов чтобы не пропустить сие события да на ковер а мы перейдем да ну хотя можем посмотреть наверно да эту схватку абдул калибатов и ахмат галаев москва и дагестан калибатова мы уже видели сегодня да как он боролся и Фамилия региона нет. Да, и Данил Махначевский вышел в 1-8 финала. И в случае победы... Нет, он вышел и выйдет на пару Лев Павлов и Рахман Исламов с победителями этой пары. И встретится в 1-8 финала Данил Махначевский. Ну а что здесь? Здесь качели. 2-2. Поочередно объединялись. Итак, дорогие друзья, событие, которого мы ждали достаточно давно. Но Лев Павлов приглашается на ковер А в категории 57 килограммов. 1-16 финала. Соперник Рахман Исламов из Чеченской Республики. Итак, Лев Павлов. В прошлом году Лев Павлов становился серебряным призером первенства России. В финале он вступил Артему Габаеву, который уже сейчас выступает среди мужиков. Среди взрослых, да? Лев Павлов. Рахман Исламов. Лев Павлов месяц назад ровно становился серебряным призером. И красивый сейчас бросок на 4 балла в исполнении Льва Павлова. И 6-0 ведет лидер сборной Республики. С первой минуты очень ярко начинает схватку Лев. Снова классический проход в ноги от Льва. Очень эффективно исполняет он этот прием. И красиво переводит сейчас соперника. И 10-0 за минуты и 11 секунд. Уверенная победа Льва. Проходит вон в одну восьмую весовой категории до 57 килограммов. И вот соперник Рахман Исламов будет ждать только следующей схватки. Следующая схватка тоже будет очень интересной. Пока мы смотрим за интересными моментами. Вот красивый бросок на 4 балла. И сразу же переворот соперника. Оцененный в 2 балла. И здесь тоже красивый бросок. И переворот сразу же. 4-0. Следующая схватка. Спортсмен из ТВ Амир Хомушку. Тоже весовая категория до 57 килограммов. И в синем трико Артур Дьящиковский. Республика Саха. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 30 минут без оцененных действий. 30 секунд без оцененных действий. Вот как перевода прохода в ноги от Дьящиковского. Но он активнее своего соперника. Но пока... Только арбитр, конечно, призывает его соперника активнее бороться. Но если не приложит он усилий, то будет наказан 30 секундами. В течение которых он должен взять балл. Уже предупреждение Дьящиковскому показывает руководитель ковра. И сразу же попытка прохода от Дьящиковского, Артура. Дьящиковскому, Артура. За спину. Вышел Хомушко. Зарабатывает 2 балла. 2-0 ведет. Работает он в партере. И удается ему перевернуть соперника. 4-0. Еще раз. 6-0. Может даже с одного захвата сейчас выиграть чисто Хомушко. 8-0. Да, по-моему, уже был счет. Да, и 10. Все, 10-0. Уверенная победа спортсмена из ТВ Амыра Хомушко. И выходит он в стадию 1-8 финала весовой категории до 57 килограммов. Борисович Чуваши, Кирилл Бахметьев, Красном. И его соперник из Оренбургской области Эльдар Алиев. Здесь нас ждет еще очень много интересных схваток в этой весовой категории. Так что мы уделим внимание этому ковру. После этой схватки ждем борьбу борцов из Чечни и Республики Саха и Якутия. Далее Дагестан и Якутия. А потом уже схватка двух лидеров весовой категории до 57 килограммов. Также наряду со Львом Павловым, наверное, фаворитов этого веса Хабиба Мехтиханова из Дагестана и бурятского борца Баира Баяндуева. 2-0 ведет эту схватку Алиев. Бахметьев активно работает, но хорошо защищается Алиев. И даже пытался сейчас в контрнаступление перейти не получается. И арбитр, наверное, даст сейчас свисток. Слишком долго времени в партере сейчас проводят ребята. Тем более, что в обыденном захвате 2-0 в пользу Алиева. Все еще минута 34 бороться в первом периоде. Погоняй, погоняй, Кирилл, погоняй, подзапаривай. Дагомерные, дагомерные державы, приличие Гавария, буряты. Дагомерные державы. Пока не высокий темп все-таки схватки. Бахметьев, конечно, пытается работать, но пока мало что получается. Алиев спокойно контролирует схватку. Но я думаю, что и арбитр тоже должен это брать во внимание. Что все-таки Бахметьев больше работал в последние минуты. Времени, конечно, уже мало в первом периоде. Завершается со счетом 2-0 в пользу Алиева. Первый период. 30 секунд на отдых. Да, в этом весе, как я и сказал, еще 2 якутских борца сейчас проведут свои схватки. В том числе Ульгун Степанов и Николай Заболоцкий. Да, и Артур Гечковский еще. Нет, но он проиграл, да. Схватку. Ну, а потом суперсхватку ждем от Хабиба Мехтиханова и Баира Баендуева. Да. А затем уже 65 килограмм тоже. 1-16 финала начнется Аслан Трофимов против дагестанца Мурада Мурадова. Да. Ну, с каждой схваткой все, скажем так, да, интереснее становится. Ну, и градус, да, повышается. Да, да. Поэтому в полуфиналах так вообще будет очень жарко. 16-40, напоминаем. Они начнутся и в прямом эфире. Бахметьев снова активнее, конечно, начинает. Арбитру, наверное, надо активнее наказывать спортсменов и поднимать тоже стойку. Да, ну, Лев Павлов в следующей схватке в 1-8 финала встретится со своим земляком Данилом Махначевским, который уже 2-2 схватки выиграл на этом КВС сегодня. Да, начал он со стадии квалификации, да, и вышел в 1-8 уже. Схватки успел провести. Вот Бахметьев снова вышел в завязку, но его соперник очень здорово защищается. Но мне кажется, надо было уже давно наказать Алиева за пассивное ведение борьбы. 2 балла, да, все-таки дает. Да, и зарабатывает 2 балла Бахметьев. Это очень похвально спортсмены из Чуварской республики. Уже он ведет, я ли его надо сейчас включаться на полную, хотя он пока характер борьбы не меняется. Снова Бахметьев, блин, такой атакующий позиции, да. 50 секунд остается. И снова, мне кажется, попытка от Бахметьева выйти за спину соперника пока не получается. Защитился все-таки Алиев, но это ему сейчас не поможет, если время завершится. 23 секунды остается. Тренер, конечно, недоволен. Пытается разбудиться его подопечного, но... 15 секунд. Досмотрит на табло Бахметьев. 10-8 секунд. Даже 1 балл может спасти судьбу этого поединка, но все-таки не хватает сил Чуварки Алиеву. Да, ну я заметил, да, очень мало таких пассивных действий, да, вообще со стороны на трех коврах. Сватки идут и вот обычно дают 30 секунд борцу, а тут такого почти не было. Да, кстати, вот наверняка это тоже результат работы и наших гостей, да, и Базулина. И инспектора победенного мира борьбы, да, Нарвард Арустамян. Они как раз перед поединком, перед соревнованиями тоже всех собрали. Конечно, судейские такое совещание сделали. И, видимо, такой наказ был, что не надо очень активно, да, наказывать спортсменов. Да, действительно, почерк судейский изменился, скажем так, да, по сравнению с теми соревнованиями, которые мы смотрели недавно. Поэтому немного я удивлен, действительно, что очень пассивно не вмешиваются, вернее, да, арбитров в борьбу меньше вмешиваются. Тоже, наверное, это имеет смысл, да, если... Безусловно. Чтобы сами они уже разобрались на ковре. И не давать лишний повод для недовольства. Итак, это на наших телеэкранах Уйгун Степанов. Его соперник Джабраил Атулаев, Республика Чечня. Да, вот он в красном трико. Расул Джукаев, тренер спортсмена. Да, известный борец тоже в прошлом, да, Расул Джукаев. Те, кто знает борьбу, конечно же, его тоже узнали. Неоднократный, да, призер чемпионатов в России. И на наших коврах он боролся, да, если не... На чемпионатах в России много раз здесь боролся, да. Расул Джукаев. Джукаев, да. Еще раз напомню, что у нас схватки параллельно идут на трех коврах. Поэтому, если не хотите ничего упустить, то можете приехать, конечно, это самый лучший вариант, да, посмотреть на трибунах, поболеть за ребят. Но если у вас нет такой возможности, можете подключиться к стриминговому сервису Федерации спортивной борьбы России в WrestlingTV.ru. Там все три ковра доступны. Если вы болеете за конкретного борца и ждете его выступления, можете подключить все три ковра. Ну, а у нас по правилам телевизионного эфира только... Выбираем только один из трех ковров. Ну, что, ну, вас не говорите потом, что мы вас не предупреждали, да? На ковре Б, кстати, параллельно идет схватка между якутским борцом Джулусом Петровым против Аяндая Ондара Аяна. Соответственно, да, ТВ. Счет пока там 0-6. Степанов прошел в ноги, но все-таки... Опасное положение, да, сейчас было, а едва линия... Руки... Соединил, да, Тулаев. 2-0 ведет Тулаев. Вышел за спину из этого положения. Такой очень высокий рост у парня, да, для весовой категории 57 килограммов. Скажем, что он выступает, да, в этой категории? 57, да, очень такой высокий парень. Руки-ноги тоже. Длинные, неудобный соперник. Вот прошел вроде в ноги, но... Позиция выгоднее оказалась для Тулаева. Уйгун Степанов. Да, потерялся сейчас соперника Уйгун. И в итоге Тулаев забежал за спину. 4-0. После этой схватки здесь же на ковре А выйдет еще один якутский борец. Николай Заболоцкий. Трезер бронзовый турнира Романа Дмитриева. Мы помним, он показал очень такую хорошую борьбу. Сам из Усть-Алданского Луса. Выступит он против Магомейнамина Арсланбекова. Республика Тагестан. Ну а после той схватки Заболоцкого и Арсланбекова состоится также очень такая интересная борьба. Северного фаворита Баира Баяндуева. Республика Бурятия против еще одного фаворита Хабиба Мехтиханова. Ну а дальше мы тоже останемся на этом ковре. Потому что в другой весовой категории 65 килограммов. А свой второй поединок на турнире проведет Арслан Трофимов. Сунтар. Республика Саха против Мурада Мурадова. Дагестан. Ну в общем самое интересное у нас все впереди. Степан. Да и. 8-0. Да, близок к чистой победе Тулаев. 8-0 счет. Да, как сказал Александр после этой схватки тоже. Мы ждем. Ну я все-таки думаю более качественной борьбы в исполнении якутского борца. Николай Заболоцкий. Да, правильный мы требовать уже. Потому что Николай Заболоцкий месяцем ранее стал бронзовым призером международного турнира Рана Михайловича Дмитриева здесь в Якутске. Показал достаточно зрелую борьбу, хорошую. И характер проявил действительно спортивный. Я думаю, что это будет действительно конкурентная схватка. Я очень надеюсь, что Николай Заболоцкий равную борьбу покажет. Его соперник будет из Дагестана. 10-0 Тулаев. Следующий круг проходит. Барец из Чечни. Николай Заболоцкий. Николай уже готов. Вышел в середину ковра. По соперник из Дагестана в красном трико. Магомед Амин Арсландеков. Борьба за выход в одну восьмую финала. Ну а после этого, как уже анонсировали, суперсхватка. Активно работает Заболоцкий. Да, ну у Николая Заболоцкого видно, да, по телосложению, что он недолго задерживается в категории 57 килограммах. Да. Такая рама. Есть уроки, ноги длинные. Ну то же самое и про его соперника. Да, да. Сланбеков тоже. Да, но это юниорский возраст. Многие меняют категории с каждым сезоном. А то и перескакивают из категории. Вот Заболоцкий здорово сейчас пытается выйти. Ну, защищается, да, Сланбеков. Да, поднимает арбитр. Ну, заряжен Заболоцкий действительно на борьбу. И арбитр дает предупреждение. Да, устное предупреждение, да. Первое устное. Снова очень активно работает Заболоцкий в этом захвате. Защищается хорошо Арсланбеков. Равная борьба. Так, ну и сейчас, да, второе предупреждение Арсланбекову. И как следствие... 30 секунд. Activity time. Он называется время на атаку, проведение атаки. 30 секунд. Хороший, да. И еще два балла забирает. Да. Плюс еще один добавится. Да, и 3-0 уже будет счет в пользу Заболоцкого. Да, вот последняя секунда истекает. Времени на атаку. 3-0 в пользу Заболоцкого за 45 секунд до окончания первого периода. Да, и заряжен. Да. Настроен, конечно, очень здорово Заболоцкий. Вот это он показал и вот, да, на турнире, да, здесь, на домашнем турнире, международном ковре. Характер у парня действительно такой спортивный, борцовский. Не останавливается, идет вперед. Видите-ка, насколько даже удивился. Соперник, да. 4-0 ведет Заболоцкий. Один балл. Настолько он, да, в этой схватке проникнул. А что тут, что случилось? Да, тут два балла показываю. Два балла дал арбитр и... А, в принципе, да, там все. Ну, арбитры, наверное, разберутся. Ну, это, по сути, да, тут можно и два балла, в принципе. Чем нет, ну, не знаю, там тонкостей мы, может быть, не очень хорошо знаем, но арбитры сейчас решат. Для них, я не думаю, что это сложный вопрос, да. Так что, разберутся. Ну, движение было, да, вот такое, атакующее, по крайней мере. Ну, не чистый там бросок, да, но... Атака была. Не просто вытолкнул за ковер, а подвижение было. С продолжением, да? Да. Может быть, балл действительно. Вот, именно в этом моменте, вот. Да. Ну, стопа точно не вышла, Забоватского, за ковер. Там уже и на другую ковер перешли спортсмены. Воспитанник Усалданской школы, да, вольный бой. Да, я знаю, Николай. Такой момент, да, в случае победы Николай Забоватский выходит на победителя пары Мехтиханов-Боендуев. Вот такая непростая сетка у нашего борца. Да, первая же схватка с борцом из Дагестана, а потом уже на одного из лидеров точно попадет. Ну, только в борьбе медали приходят, да? Да, именно. Наверное, не надо уповать на жребий и так далее. Надо выигрывать каждую схватку. Ну, и настроен очень серьезно Николай. Я думаю, что он и лидером должен хорошую конкуренцию составить. Слишком долго, мне кажется, затянулось. Главному арбитру может стоило вмешаться, сказать свое веское слово. Степан Петрович Севцевский, заслуженный тренер России, старший тренер нашей юниорской сборной молодежки. Василий Прокупеевич, не устроив. Но всегда горой стоит Василий за своих ребят. Да, кстати, на ковре Б идет интересная схватка между Магомедросолом Гаджиевым и Дамиром Явловским. Мы пока здесь останемся, наверное. Да, безусловно. Это просто так, к слову, для информации. Так, ну, непростая сетка, скажу так, у Льва Павлова. Сейчас он будет встречаться со своим земляком Махначевским. Здесь лучшие победы, скорее всего, там будет, да, Дагестанец, Дагестанец, Явл Батиров. Да, посмотрим. Ну, как говорил, да, Абдусалам Амадханович, все лидеры здесь, в Якутске. Так что проходных точно не будет здесь схваток. Тем более на стадии уже 1-8, 4-й полуфиналах это первенство России. Лучшие юниором со всей страны. 43 регионов. Представляете, вот насколько сейчас широкая география у вольной борьбы. Не только в Кавказ, в Сибирь, в Якутии, да, борются? Да, в Поползе, да, центральные регионы, Москва, Петербург и все остальные, да. Регионы и Дальний Восток, конечно, тоже представлен широко. Затянулась действительно пауза, наверное, от Петра надо что-то решать уже. Ну, если честно, да, 4 или 5, там, еще 4 или 5, но такой непринципиально, да. Тем более, что первый период еще не закончился. Ну, сейчас самое время работать главному суде. Именно, да, я поэтому и говорю, что обычно в такой ситуации вмешивается главный арбитр и решает именно судьбу момента. Должен брать на себя ответственность, да, главный судья. Да, я, ну, я вижу, здесь подключился и подключилась и Наравард Ростомян, так что будем считать, что... Да, квалификация судейская действительно высокая. На Олимпийских играх могут арбитры, да, эти работать, так что... В любом случае будет вынесено правильное решение. Вот, да, они внимательно смотрят. Там и наша Николай Николаев, который сейчас работает в Федерации спортивной борьбы России в Москве, кстати. Вот Николай Николаев. Один из ведущих судей. Да, Николай Дмитриевич. Да, и смотрим, выносит решение. Да, челлендж выигран. Всего один балл отдали Николаю Заболоцкому. Ну, в принципе... Справедливо, да, конечно. Что тут скажешь, да? 23 секунды. Да, надо поменять на нашем тоже, на наших титрах. 4-0 ведет Заболоцкий. Кстати, параллельно, да, идет чемпионат Азии по спортивной борьбе. Сегодня, вчера... Накануне, да. Да, борются вольники. Вчера завершился первый день, и сразу финалы прошли. В 57 килограмм победил индус, молодой, 17-летний, представляешь, Степан, 17 лет... Уже чемпион Азии. Да, чемпион Азии. Аман Аман зовут его. Ну, многие уже успели окрестить его восходящей звездой мировой борьбы. Да, кстати, вот тоже... Аман Аман, 17-летний, чемпион Азии. А в 65 килограммов чемпионом стал иранец Амузат Халили, который, да, становился чемпионом мира. И вот тоже молодой иранец стал двукратным чемпионом Азии. Вот такие небольшие итоги. Ну, наверняка, вот любители вольной борьбы, такие специалисты, фанаты уже в курсе. Вчера, наверное, даже смотрели финалы. Да, многие наверняка смотрели схватки. Ну, и второй период у нас начинается. Вернемся на ковер. Николай Заболоцкий и его соперник из Дагестана. Магомед Амин Арсланбеков. Активно работает сейчас. Да, Арсланбеков. Хорошо сейчас почувствовала. Здесь... И бросок! Четыре балла, безусловно. Да, четыре, конечно же, есть. 8-0. Очень сейчас хорошо прочувствовала зону вот эту желтую, да. Так, говорили, ну, наверное... Так, и снова, да. Челлендж. Дагестанская сторона снова выбрасывает челлендж. И сейчас, мне кажется, они проиграют, да, потому что там... Ну, амплитудный бросок, да. Поднял и бросил. Что тут... Оспаривать не очень понятно. Ну, возможно, да, возможно, здесь сторона Дагестана считает, что... Вышел за ковер? Ранее эпизодом, да. Да, я вот тоже считаю, что может быть так. Может быть, стопа, да, вышла полностью за ковер. Ну, по крайней мере, они надеются на это. И на самом деле для них это шанс. Потому что... 8-0-9-0 разницы. Да, для них-то нет. Это вполне грамотный челлендж, если так разобраться. В общем-то, да. И мы прочитали, да, видимо? По всей видимо. Ну, посмотрим сейчас. Если у нас есть возможность, тоже посмотрим повтор этого момента, когда... Кстати, вот тренер Махмуд Магомедов, который становился серебряным призером здесь на первенстве России в шестом году. Нет, это уже последнее, да, действие. Да. И вот Махмуд Магомедов, тоже сейчас молодой преуспевающий тренер. У него есть спортивный клуб «Искра» борцовский. И Махмуд Магомедов, я видел его на многих турнирах. Он не проигрывает челленджи. Очень грамотно все читает. Ну, в редких исключениях проигрывает. Это вот, да, тоже работа тренерская. Надо знать хорошо правила, уметь использовать все возможности. Кстати, вот на судейском семинаре тоже могли участвовать и тренера. Для них это тоже очень важно в подготовке спортсменов. И вот как раз вот... Да, главный судья сейчас объявил... Магомед Куракаев объявил, что челлендж проигран. 9-0. Другу даже не подал, да. Сильный шмонг сейчас пошел. Ну, Николай Азабаловскому сейчас нужно спокойно довести дело до логического завершения вот этой схватки. Желательно бы даже досрочно, да? Потому что силы они всегда пригодятся. Хорошо. Сейчас защищается Николай. Ну, видим, что, да, дагестанец очень резво пошел вперед. Пока балл не забрал, но виза к этому. Да, два балла. Два балла есть. 2-7. 2-9 счет. Минута 27 еще бороться. Очень много остановок в этой схватке было. Активен все равно заболок в этой схватке. 7 очков отрыва. Но все-таки больше на защиту, конечно, отрыв большой. Последняя минута сейчас защитывается от обло. Спокойно работает. Да, ну пока контролирует наш борец. Да, боковой орбитр показывает, что надо... Хоть и пассивен, но наказывает за Болотского. Ай, свисток идет. Пока устно тоже замечание. В случае повтора, я думаю, что сразу балл могут дать Арсланбекову. Вот времени все меньше 30 секунд. Еще два балла. Здесь попытка броска от нашего, по-моему, да. 4-5. 4-9, да. 4-9, извиняюсь, 20 секунд. 5 баллов, да. Да, и молодой, да, Витанец. Мощный шунгует. Сейчас еще один балл дадут. Но свистка пока нет, только боковой орбитр показывает, предлагает. Еще два балла. 6-9. Ну и последний. Да, ну это ничего не меняет. Николай Заболоцкий. Поздравим нашего молодого борца. Бел он схватку 9-0. Ну да, в конце ты чуть-чуть ушел на защиту. И будем считать, что он контролировал исход встречи. Да, первая победа Николая Заболоцкого. Хорошая схватка, на самом деле, в исполнении Николая. Ну, в концовке, конечно, расслабился немного, скажем так. Чего нельзя, на самом деле. Да. За такое наказывают, очень часто наказывают. Итак, дорогие друзья, центральная схватка, наверное, да, Степан? Да. Одно и восьмой финала встречаются два лидера. Хабиб Мехтиханов. Дагестан. Дагестан. И Баир Баяндуев, Республика Бурятия. Вот он, Хабиб. Известное имя в Дагестане, популярное в мире, наверное, да? Да. А вот он и Баир Баяндуев. Лидер сборной Бурятии в этой весовой категории. Ну, по крайней мере, в этом возрасте это точно. Молодежки. Баир Баяндуев. Не знаю, выступает ли его брат здесь. Да, кстати, близнецы братья. Баир и... Жаргал, по-моему. Да, да, Жаргал. Жаргал Баяндуев. Тоже интересно, да, братья-близнецы. Да. Как и наши братья Копылова. Ну, да, если вспомнить финал Дмитриевского турнира против Льва Павлова, Баир Баяндуев. Очень хорошо защищался, да. Да, такая зрелая борьба у парня. Взрослые, можно сказать. Да, руки он очень хорошо вяжет. Завязка вообще. Ну, и сейчас посмотрим против дагестанца Мехтиханова. Мехтиханов тоже сейчас лидером. Может, наверное, даже брат, да, родственник. Муслим Мехтиханов, который становился чемпионом Еринского турнира этого года. Нет, это я перекутал на 65 килограмм. 61 килограмм, да. Перекутал, это два брата, Муслим и... Два балла зарабатывает Баяндуев. Просто пока, конечно, так, грамотно, очень грамотно. И красиво, как. И накатил-то. 4-0. 4-0. Молодец. Здорово работает, конечно. Баяндуев. 4-0. Надо на табло поправить счет в пользу Баяндуева. Подсказываем нашим тетравальщикам, которые немного сегодня ошибаются. 4-0 Баяндуев. Так вот, победитель, еще раз напоминаю, Баяндуев или Мехтиханов. Встретятся в одной восьмой финала в следующем круге с нашим Николаем Заболоцким. Тоже такая интересная борьба состоится. Да, и последняя минута первого периода. 45 секунд остается. Баяндуев взял свои баллы и ушел в защиту. Очень грамотно он ведет поединок. Действительно, вот такая взрослая борьба. В исполнении совсем еще молодого борца. Я думаю, что вправе, конечно, на него возлагать надежды. Болельщики Бурятии. Хороший боец у них растет. Это точно. Я думаю, что и на взрослом ковре мы его увидим, да, может быть. Не обязательно, конечно, уже в решающих схватках, но как в части, почему нет. Как опыт. Вот, как перевел соперника активно, да. И сразу же здорово, как работает. Рычаги тоже длинные у парня. Для этого веса. Хорошо работает. Хабиб Мехтиханов. Но я думаю, что со свистком он бросится сразу же в атаку. Заряженный должен выйти на второй вперед. Но взломать защиту бурятского борца будет непросто. Льву Павлову, напомним, этого не получилось, да, в финале. С небольшим разрывом, но выиграл Баяндуев. А, небольшая медицинская помощь, да, требуется Баиру. И Манус тоже кровит. Неожиданно в перерыве, да, об этом стало известно. Может, на последних секундах по региону, да. Так, Хабиб Мехтиханов, Баир Баяндуев, второй период. Счет 0-4. Да, у Баира необычные расцветки борцовки, да, оранжевые. Оригинальные расцветки. Классические черные. Да, и предупреждает устно пока арбитр. А 30 секунд дали все-таки, да. Баяндуев. Да. 30 секунд Баяндуеву. Я думал, что он попытка в атаке он проявил. Да, кстати, вот в правом углу вы видите, в углу Баяндуева тоже два брата Базаровы, которые много раз боролись здесь. Вот они. Братья тренируют, братья, да, я так понимаю, Базаровы тренируют Баяндуеву. Один балл в пользу Мехтиханова. Хабиб все-таки один балл ответил. Разрыв три балла. И до конца еще полторы минуты. Да, времени-то еще в вагон. Так что надо работать. И Баяндуева, наверное, с глухой защитой уходить не стоит. Ну, ты больше тоже так, как тебе позволяет соперник. Да, очень хорошо работает, конечно, сейчас. Мехтиханов. Балл хочет он сейчас взять. Давно вроде как вышли за ковер. Балл, да? Льва балла дает. Арбитр. Два балла. Три-четыре. Чейнза нету, видим. И последняя минута, 54 секунды остается до окончания бояр. Баяндуев не спешит возвращаться в центр ковра. Подустал, видимо. Мехтиханова, отдыхался и свисток дан 50 секунд. У Мехтиханова есть все возможности, чтобы выиграть эту схватку. Ну, а нас ждет огненная концовка. И причем один балл его не спасает, да? По качеству ведет Мехтиханова. Да, по качеству не спасает. Баяндуев. Дважды по два балла брал Баяндуев. Так что только два балла могут спасти Мехтиханова. В общем, это тоже не так сложно, как может показаться. То есть с одного положения можно взять два балла. Выход за спину. Да, и что-то мне подсказывает Баяндуев вытерпеть этот отрезок. 8 секунд, 7 остается. И бросок красивый на 4 балла. Вот это да. Красивый бросок. 8-4, 7-4. Да, вот это да. Сколько оставалось? Минута, две секунды. 2 секунды оставались и да. Вот этот красивый бросок был, конечно. И характер какой показал, да? Мехтиханов Хабиб. Он победитель первенства мира. Да. Среди юношей, я так понимаю. Так что, конечно, парень. Хабиб Мехтиханов, Дагестан. Заслужила по дистанции. Да, ну, в любом случае, поздравим Мехтиханова Хабиба. Да, неожиданно бензин закончился у Баяндуева во втором периоде, да? Да, просто не узнать было борца. И какой бросок. Даже вот на последние секунды не хватило ему выстоять. Хотя вроде... Да, и как ликуют тренеры. Асланбек Алиев стоит, да, вот. Шамиль Куде Магомедов. И да, на чистую победу, да, кажется? Да, попрошу перейти на коверце, где началась интересная схватка. Тоже категория до 57 килограммов. Сулим Довлет Мерзаев против Николая Захарова. Николай Захаров, молодой борец из Анамского Луса. Ему всего 18 лет. Выступал он, кстати, вот на чемпионате Республики по взрослым в январе этого года. Занял пятое место. И, ну, многие назвали его одним из открытий того турнира. Да, давайте отметим, что его соперник из Чеченской Республики. Довлет Мерзаев. На ковре сейчас схватку ведет наш тоже борец Аслан Трофимов. Мурад Мурадов, он из Дагестана. Так что мы, наверное, будем следить тоже за этой схваткой. Хотя бы будем передавать сообщения. Ну, мы борьбу Арслана смотрели сегодня же. Да, сегодня мы уже слабые. Поэтому решились со Степаном, чтобы показать вам и Николая Захарова. Тем временем, тем временем на ковре Б наш Андрей Игорь Матвеев. 65 килограммов одержал свою вторую победу на нашем турнире. Победил он Магомеда Парахмаева из Ямала-Ниенского округа. Магомеда Парихмаева победил Игорь Матвеев. Да, там тоже сейчас схватка между борцом из Бурятии Республики Саха-Якутия. Сейчас начнется Толстиков Бурятия и Василий Григорьев Республика Саха-Якутия. Тоже интереснейшая схватка, но мы все три ковра показать вам не можем. Так что, при возможности, приезжайте в центр спортивной подготовки «Триумф». Один балл пользует Довлет Мирзаева тем временем. Итак, параллельно на трех коврах якутские борцы против соперников из других регионов. Ох ты, красиво сейчас, да? Да, два балла раз, нет? Нет, не дал все-таки. Судья молчит. Ну, красивая попытка была, очень интересное движение. Техничный борец, это видно, да? С хорошим, видимо, арсеналом тоже Захаров. Так что, посмотрим, как будут развиваться события. Пока один балл пользуя его соперника, который гораздо крупнее, кажется, да? Просто наголову выше чуть ли. Хорошо, хорошо сейчас развернулся. Ну, но из этой позиции ему будет сложно атаковать. Да, потому что соперник хочет. Слишком высокий, да, очень габаритный парень. Гораздо выше его. И вот уже даже он в атакующей позиции оказался. Да, и сейчас два балла может собрать. Защищается. Да, последняя секунда надо защищаться Николаю. Да, там шесток уже, шесток, да, не успел. Шесток, не успел, не успел. 1-0. Да, сейчас надо уроки извлечь из этого первого периода. И надо, чтобы тренеры подсказали правильные ходы, как вести поединок, как атаковать, чего нельзя делать. Вот здесь вот совсем чуть-чуть не хватило и там, и там. Для хорошей атаки, но... Ну, неудобный действительно соперник для нашего борца. Очень высокий для него. Ну, посмотрим. Разница всего в один балл, при том, что балл этот был заработан при помощи арбитра. Так что, снова попытка прохода. Надо активнее работать. Думаю, что он в плохой форме Николай Захаров. Да, и арбитром надо сейчас свистеть. Правильно надо. Активнее призвать бороться Давлет Мирзаева. Который тоже начинает чисто на контр-атаке надеяться. Так тоже, наверное, нельзя бороться. Ну, сейчас он уже более активно и пытается за ковер, да, вытолкнуть соперника. Он мощнее. Да, к сожалению. Да, один балл еще Давлет Мирзаев. Вот, хотя, ну, не так-то. Ну, арбитр виднее, конечно. 2-0. 2 минуты остается. Проход в ноги. И обратно сейчас. Давлет Мирзаев 4-0. На контр-прием. Попадается Захаров. Так, на других коврах что происходит? Александр. Так. Сейчас сообщим обязательно. Василий Григорьев после первого периода ведет схватку 2-0 у Руслана Толстякова из Бурятии. Ага, на ковре. А, проходит схватка между Арсланом Трофимовым и Мурадом Мурадом. Дагестан. Вот хорошо прошел за спину сейчас Николай Захаров. Последние минуты сейчас пойдет. 2 балла зарабатывает. 2-4 в пользу все же все еще чеченского борца. 2-4 и минута остается времени достаточно. Да. Еще 2 балла. Но это минимум 2, да. Красиво посадил сейчас. 4-4 и уже Николай ведет. И время сейчас надо чуть-чуть потратить, поработать. Красиво. 4-4. Ну и пахнет камбэком. Да, концовочка, концовочка будет очень интересной. Николай Захаров. Болеем за него. Да, о чем мы говорили, да, действительно у парня неплохой арсенал технических действий. И что он уже продемонстрировал. Будет интересно посмотреть повторы этого поединка. 15 секунд. Самая концовка, да. главное. Проход в ноги от Довлет Мирзаева. Сулим проходит последние секунды. 3 секунды, 2 и нету ничего. Нет, ничего нету. Все. Красивая победа Николая Захарова. Проигрывал 4-0, но на последних минутах выиграл. Отыграл эти баллы и вышел победителем в схватке. Вот такой что же барин очень спокойный. Без Левских эмоций он выигрывает эту схватку. Эмоции тоже иногда надо поберечь. В любом случае это была очень интересная схватка. Давайте посмотрим вот как зарабатывал свои баллы Сунин. Борис из Течни. А вот здесь вышел за спину. И вот последний победный балл. Как красиво сейчас хранил соперника Николай Захаров. 4-4. Поздравляем Николая выходом в следующую стадию. Очень много интересных новосибирская область и республика Тыва представлены на нашем ковре. Матвей Куртуков в красном трико и соперник его из синего угла Дидим Олд Доржа Тыва. Вот два борца из Сибири встретились. На наших соревнованиях. В Новосибирске конечно мы знаем сильнее конечно классическая греко-римпкая борьба да традиции там победные конечно большие имя Александра Карелина знает весь мир не только Россия по крайней мере весь спортивный мир да и Романа Власова тоже да и Роман Власов тоже новосибирец отыграл два балла сейчас а то винский борец так ну у нас 57 килограммов а а а да практически без обедов сегодня пройдут схватки предварительно по программе до четырех часов должны стать известно все участники полуфиналов и в 16 40 до запланированы полуфинале схватки возможно у нас чуть-чуть может подтянуться до хотя сейчас стадии 1 8 до не то мне кажется успеют успели до кеда 1 4 ну да там уже количество участников все меньше и меньше становится так что хотя конечно 6 весовых категорий сегодня обычно опять до до разделяет в этот раз первый день такие время время здесь и стекло на перерыв тувинец выигрывает эту схватку со счетом 20 ноль а а а а а Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Получилось? Субтитры делал DimaTorzok Да, и счет уже 8-2, да? Тогда, да, Куртуков и закрутил каруселью 12-2, по-моему, да, и остановка. Арбитр останавливает схватку, чистая победа. Матвей Куртуков, Новосибирск. Да. Весовая категория до 57 килограммов. Тоже интересный борис у нас появился. Так, и сейчас станет известно имя соперника Куртукова в 1-8 финала. Либо это будет наш якутский борец, представляющий Северную Осетию Алексей Антипин, либо дагестанец Магомед Загир Абдурашидов. Да. Да, давайте проследим за схваткой. За следующей схваткой. Тут тоже весовая категория до 57 килограммов. А потом уже начнутся другие веса на этом ковре. Алексей Антипин, Республика Северной Осетии Аллания. Как мы сказали, родом из Республики Саха-Якутия. Его соперник из Дагестана Магомед Загир Абдурашидов. На трибунах, кстати, видим родителей. Льва Павлова пришли, конечно же, поболеть за сына, за всех ребят, за команду. На ковременные пакеты обещают, толкают, 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 за них. Спасибо, красный! Предупреждение Антипину. Девай моментов завершается. Абдурашидов проходит в ноги. И два балла зарабатывает. Первые два. Два ноль в пользу борца из Дагестана. И атакует он в партере. Но сейчас, наверное, все еще дают поработать Абдурашидову, но свисток полторы минуты прошло. Два ноль Абдурашидов. Давай, давай, давай! Проходи, проходи, дай давление! Павел из Дагестана. Давай, давай, давай! С 9 класса, по-моему, он перебрался по настоянию отца Алексей Антипин. Да, становился призером первенства Республики Северная Осетия, Лания, что тоже, наверное, дорогого стоит, да? Студенческий проход в ноги, красиво. Два балла, два-два. Два-два. Вот он, кстати, отец его стоит. А, вот как раз за борцами, да? Да. В темной куртке. Болеет за сына. Ну, много, наверное, родителей сегодня действительно на трибунах. Ребята все молодые. Кстати, вот, да, его отец Иван Антипин очень в хороших отношениях с ассистинскими борцами. Он был даже на свадьбе за Урбека Седакова. Ну, и в целом, да. Два-два. И с тренерами в хороших отношениях. За счет равный, пока отдыхают спортсмены. Смотрим, как они набирали свои баллы юные атлеты. А вот и проход Алексея. Да, решающие три минуты сейчас, что покажут спортсмены. Интересно. Поддавливает Алексей. Издалека бросается в ноги Абдурашидов. Рост его позволяет атаковать в дальней дистанции. Алексея защищается пока Антипин. Алексей. И здесь синий. Минута 20. Поддавливает Алексея соперника. Ну, это правильно, наверное. Тоже глухую защиту. Вот, хороший, очень хороший проход. Такой же, как в первом, да? Да. В периоде позволило ему выйти за спину. Но сейчас может его соперник просто уйти за ковер. Обратно. Обратно. Ну, правильно, конечно. Да, два балла хочет взять. Да, хочет, да. Даже скрестный захват хочет взять. Защищается от соперника. Но это позволяет ему взять два балла и четыре-два пользы. Да, вот отец стоит, скрестив пальцы. Видно, что он волнуется, да? Болеет, переживает. Эмоции. Ну, пока очень неплохо. Ведет поединок Алексей Антипин. Вполне грамотно. И вот не избавляет темп, самое главное. Поддавливает соперника, не дает ему возможности атаковать. Да, сокращает вот дистанцию все время. Пытается работать первым номером, что позволяет ему тоже так же уйти от ценокомпьютера. Да, и хорошая мельница, да. Да. Насколько? Да, 4-4 дали? Ох ты! Да, но зато здесь попался на лампочку. Захват еще продолжается. Опасно, опасно, опасно. Надо защищаться. Минута. Защитился. Здорово. 8-4. Красиво. Да, вот последние 20 секунд отрезка, да? И интересный поединок. Вот так, на кого выходит победитель этой пары? Победитель этой пары выходит сейчас, скажем... Победитель данной пары выходит на Куртуково, да? Из Новосибирска. Да, из новосибирска, которого мы только перед этой схваткой наблюдали. Да, и отсюда прилетел челлендж со стороны синего угла. Ну, видимо, они не согласны. Да, с четырьмя баллами, да, не согласны. Наверное, говорят, что два. Но тут очень квалифицированный судейский состав. Смотрите, да, два... Олимпийской. Да, категория олимпийская у двух судей, которые... Алексей Базулин, Ромарта Рустамян и в центре главный судья соревнований Магомед Куракаев. Да, вот мы смотрим повтор. Ну, два балла у Абдурашидова это точно. А вот у Антипина два или четыре сейчас арбитры скажут. А вот и отец, да? И, видимо, тоже может быть родственник или друг отца, да? Наверное. Ждем решения судей. Очень внимательно наблюдает. Видно по... Магомед Куракаев, главный судья. Ну, он был... В качестве главного судья работал на первенствах чемпионатах Северо-Кавказского федерального округов. И... Вот на таком уровне он выступает впервые. Главный судья Магомед Куракаев объявил, что челлендж со стороны синего угла проигран. И четыре балла красного плюс один за проигранный челлендж. Счет 9-4. Алексей Антипин ведет схватку. Да, и основа опаснейшее положение. Да, и лампочка со стороны Абдурашидова. Уже второй... Вторая результативная в этой схватке. 9-6. Что просит Абдурашидов? А непонятно. У него челленджа нету. Нету кубика. 11-6. Нет, это, по-моему, ошибка. Снова в титрах у нас. Какие там? 11-11. А, 11-11. Да, ну мы вместе... Снова проход в ноги от Антипина. 5 баллов у него разрыв. И надо сейчас убить просто время. Что... С чем успешно справляется Алексей? Два балла, да, два балла. Пусть будет два балла. Да. Ничего страшного. Так, и поздравляем осетинского, осетина-якутского, да, борца Алексея Антипина с победой. Видим, что вот трибуна... Да, многие знают, конечно, что парень из Якутии, из нашей республики, поэтому тепло встречают эту победу. Смотрим, как набирались баллы, да, Антипин сам начал атаку, прошел здесь, взял два балла. Вот он эпизод. Да, и здесь отдал два балла, но это ничего не решает. 11-8. Так, давайте посмотрим на схватку Магомеда Саида Загалаева, Астрахань и Ачимур Туй Ол. Республика Тыва. Категория 65 килограммов. Где тоже якутские борцы неплохо выступают. Ну, в частности, Игорь Матвеев, да. У него две победы. Спасибо. Спасибо. Загалаев и Мортуй Ол. Хороший проход. Правую ногу в продолжении атаки, но Загалаев активно защищается, хотя и находится в таком достаточно сложном положении. Что, стойка? Загалаев и Мортуй Ол. Да, и положение Туше держит Туинский борец. Попытается увернуться Загалаев, но здесь Туше будет. Мне кажется, все-таки, да, Туше поздравляем борца из ТВ. Ачим Мортуй Ол выиграл у соперника из Астрахани, да, Магрицаида Загалаева. Яркую борьбу показал Тувинец. Доволен, видно, своей борьбой, победой. После следующей схватки мы ждем на ковре якутского борца Ивана Потапова в этом весе. Весе 65 килограммов. Ну, будет, да, еще один поединок между москвичем Александром Гайдерлы и чеченским борцом Адабом Архиевым. Да, кстати, схватка Ивана Потапова и Арсена Халгаева, тоже нашего борца, будет очень интересным. Арсен Халгаев, да, тоже неплохой борец. Оба борца являются воспитанниками Чурочинской школы борьбы. Халгаев, кстати, вот пятое место занял в чемпионате республики среди взрослых в этом году. А, и, кстати, да, очень интересная тоже схватка ждет нас с участием борца из Татарстана Демьяном Макаровым, да, которого многие наверняка запомнили по турниру Романа Михайловича Дмитриева. Очень яркий борец, такой крепыш, заводной парень, с бросковой, активной, с активной борьбой, яркой борьбой. Волевой, можно сказать. Да, и волевая победа, показал он на наших соревнованиях. Гайдерлы и Архиев. Перед вами, это, с вами, 65 килограммов, выход за, за выход в одну четвертую спортсмены. Бореца. 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 Продолжение следует... 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 Минута 15 остается до окончания первого периода. 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 Завершается схватка и 4-2 в пользу Ивана Потапова. Уходит в одну четвертую финала, высокой категории до 65 килограммов, с чем мы его и поздравляем. А, ну, восьмой верит, вернее, да. 65 килограмм. У нас еще очень много схваток ждет, хотя параллельно на трех коврах схватки проходят, но... Да, и заключительная схватка в 1-16 финала в этой весовой категории. Белал Казимагомедов, Ленинградская область и Демьян Макаров, Татарстан. Интересная схватка. Макаров был призером нашего турнира в Якутске месяц назад. Сейчас попытка броска и сам попадается на контрприем. 2 балла, да, 4 даже, да, 4. 4 балла. 4-0 Казимагомедов. И 6-0. Если с этого захвата не выиграет, то Макаров должен дать бой. Просто небольшого, конечно, но... Очень бойцовский шарахер у парня. Энергичный парень. 6-0 Казимагомедов ведет. И снова попытка броска, который удался. 4 балла, да, 4 балла Макаров. 2 балла только дали. Хотя, на самом деле, там было достаточно опасное положение. Ну, может быть, после броска, да. А что там? Даже вообще убрали. Ничего себе. Стой, стой! Хотя бы 2 балла. Мне кажется, здесь руководитель Каурамов. Или вмешался, или может сейчас вмешаться. Бокового арбитра, да, пригласил руководитель Каура. Ну, как? Надо отдавать. Почтение атакующим борцам, мне кажется. 4? Да, 4 балла. Все верно. Давай, повнимайся. 6-4 счет. Макаров. Первая атака тоже была инициативой исходила от Макарова, Демьяна. Но попался он на контрприем. И отдал 4. Ну, сейчас во второй атаке он уже красиво сделал бросок. Сейчас снова его соперник за спину выходит. И 8-4. И переворот 10-4. Сейчас еще раз. Да, пару раз. Все-таки не получается. Защитился Макаров. Да, рост, конечно, гораздо ниже он роста соперника. Вот опять попытка броска. И снова за спину. И красиво сейчас пытался защититься, конечно, Макаров, но тем не менее. 12-4. Да, болельщики, которые видели выступление Демьяна Макарова у нас в Якутске. За него переживают. Болеют за него. Это слышно. Трибуны за него переживают. Пройти в ноги с этой позиции будет сложно, конечно. Только броски ему, наверное, спасти Демьяна. Демьяна. Попытка выйти за спину. Нет, не получается. И здесь тоже. Балл 1, да? Макарову 5-12. Разрыв 7 баллов. 13 последних секунд в первом периоде. И бросок снова. Нет, не получается сейчас бросить здесь. Но попытка хорошая была. Последние секунды и 3 минуты будет еще у борцов после перерыва. не думаю, что здесь все завершилось. Я думаю, что еще мы увидим здесь атакующие действия. очень красивая борьба. Очень много баллов разыграно. Так что проявим и надеяться, что будет так же интересно будет и во втором периоде. снова проход попытка прохода от Макарова Демьяна и отдает еще 2 балла. 14-4. Все. Ну и челлендж. Тем временем к нам к нашей трансляции присоединяется чемпион России Прокопий Петров. двукратный чемпион России и среди ветеранов тоже в этом году завоевал золото Прокопий. Добрый день, Прокопий. Добрый день, дорогие зрители. Да, как соревнования, что удалось увидеть в предварительных схватках. В общем, чего ожидаете от нашего соревнования, от первенства России? Ну, первенство это самое как говорится работ, тренеров и последний этап борьбы чемпионата России, который для ребят за пределы российских вариаций, чтобы дать свой чемпионский чемпионский отожжил чемпионский, чтобы наша Россия выиграла чемпионат мира, России, первенства. И вот самый главный чемпионат в нашем городе Якутске проводится. Да, это самое главное для зрителей, для нас, для фанатов борьбы. И вот жаркие поединки идут, наблюдают за нашими ребятами и первую кругу некоторые прошли отлично, здесь ошибки мало произвели, а так в основном работа большая произвелась. Видно, что тренерский штаб работал очень много и ответственно подходил. И сейчас итог посмотрим. В общем, вы довольны, да, я так понимаю, тем, что вы увидели сегодня, да, в общем, неплохие поединки мы увидели в исполнении и борцов из Якутии, правильно я понимаю, наши ребята показали, неплохо показали, есть настрой, характер показали, какие движения у них, четко видно, что поработали славно. и посмотрим в дальнейшем борьбы вот это. Здесь мы зафиксируем победу борца в красном трико, это финальный поединок одной шестнадцатой финала весовой категории до 65 килограммов, Магомед, нет, так, Белал Казимагомедов, еще один поединок есть в этом весе, и Демьян Макаров, Демьян Макаров уступил спортсмен из Татарстана, вот если вы помните, он выступал у нас месяцем ранее на турнире, нет, Дмитриева, Дмитриева, Макаров Михайлович Дмитриева, и он заработал тогда бронзовую медаль, очень яркий борец, ну посмотрим как судьба его сложится здесь, на наших соревнованиях, так, мы посмотрим на каких коврах сейчас будут бороться наши борцы, пока последим за, видимо, нашими гостями, да, если у нас будет свежие протоколы, я думаю, что мы разберемся, по-моему, на ковре Б уже завершаются, да, схватки, на ковре, на нашем ковре, на ковре С, сейчас мы ждем Магомед Адаева и Сергея Клименко, Клименко, кстати, мы видели, борец из Калмыкии, выиграл в первой своей схватке и сейчас выходит он против Магомеда Адаева из Дагестана, но сейчас увидим, да, как школа дагестанская, все-таки, она, наверняка, должна быть сильней, да, но всякое бывает, наверное, про Коврик, да, наше время тоже старший юношес когда я бросил из Калмыкии дабы были, ребята, да, вот смотри, первые два балла Клименко зарабатывает, зарабатывает, 2-0 ведет, он первый схват, скажем, тоже очень интересно выиграл, у нашего борца выиграл, Николай Спиридонова, на 4 балла хороший бросок пистолетом сделал и выиграл схватку, а сейчас он ведет схватки против борца из Дагестана, интересно, парень из Калмыкии, но у нас очень широкая география, Прокопий, вы и в этом возрасте боролись тоже много, да, да, много боролся, и как раз старший юношес было, вот видите, накрывание, сделала красиво, да, 2 балла еще зарабатывает Сергей Клименко, вот это, да, удержание, да, 4-4-0 ведет, когда вот хотел меньше сделать борец из Дагестана, он удержание, удержание сделал, что красиво, опередил, надо на табло нам поменять цифры, 4-0 ввел, еще 2 балла берет, и 6-0 заведет Клименко, красиво, красиво как борется, красиво борется, на контр-атаку, ошибка борется, это значит, он парень, что называется, чувствительный, грамотный, да, грамотный, со школой тоже, хороший, да, все контролирует, молодец, и не спешит, не волнуется, может, даже, можно сказать, открытие турнира может быть, да, может быть, да, причем видно, что действительно парень очень молодой, да, в этом месте они все должны такие бороться, бороться, активно, активно, открыто, и сейчас они не покажут, то на взрослых уже никогда не получится, почему никогда не получится, но получится всегда, получится, когда если ты работаешь с утра, и у тебя есть цель, работа, а кстати, да, много же борцов, которые в юношах, юниорах ничего не показывали, а вот когда уже во взрослом, они раскрываются, да, раскрываются, да, а бываете наоборот, когда много выигрывает в молодом возрасте, а потом выходит во взрослый уровень и теряется, так же тоже бывает, да, по-разному в общем бывает, да, по-разному, от человека зависит, от характера, и от работоспособности, ребят, и вот видите, вот красивый перевол, и зарабатывает бал, бал, да, или два, один, да, 7, 0, ведет Клименко, да, бал, дали, потому что он на третью точку не коснулся, борис к Дагестану, уже конец первого периода, уже 7, 0, Клименко спокойно ведет, и не спешит, ждет, контролирует его, все, они пошли на 30 секунд, вот сейчас, инструктаж тренера дадут, как дальше везти, вот проход ноги, и потом на крование идет, не было, не было, это 10, 2 балла, все это, зарабатывать, хорошо, контролирует, да, вот повторно, да, очень, да, как красиво борется, да, вот это, да, вот этот прием, красиво исполнил, правильно, очень, эффектно, да, накрыл, и пистолет тоже очень красиво, и здесь, когда, тоже, интересы борются, техника, техника очень, такая, да, красиво, интересная, и тут у нас же, действие пошло, да, да, его надо отыгрываться, 7,0, проигрывать, так что атакует он, контратаки, очень хорош климент, как мы видим, сейчас он, в лучшей даже позиции, наверное, можно сказать, но он, по крайней мере, ноги закрыл, вот этот, и удерживает руки, свисток, ничего, не заработал, в этой атаке, его соперника, на защиту пошел, удержание своих баллов, но все равно, он атакует, вперед идет, действие, первое действие, начинает, из этого, самозащита, хорошая защита, это атака, говорят, да, куда еще и борцы, элементы этим пользуются, контролирует голову, да, и хочется, две минуты остается до окончания, элементка, очень здорово, контролирует ход схватки, ни одного балла, еще ни одна, не отдал своему сопернику, да, очень трудно будет, из-за дагестана, вот это, два балла, два балла, хочет взять, вот, на мебесе, прохода, на мебесе, астанила, бай, да, что-то у нее не получается, с захватом, вот, с проходом, вот, вот, за спину проходит Клименко, и сейчас 9-0, вполне может быть, а, еще, сейчас захватил, вот, это на промокашке, еще ноги, вот это, да, почему я пасел, берет спокойно, еще два балла, точно, и, и вот, видите, как красиво сейчас, может, даже в опасном положении, держит соперника, но разрывает руку, Адаев, но 9-0, тем не менее, счет схватки, хотя, да, 4 балла, но, мне кажется, вполне, да, потому что, это, ну, посмотрим, сейчас повтор, техническое действие, вы, как вы оцените, да, 4 балла дал, все правильно, да, и челлендж, да, это, секундант, да, Дагестана, но, мне кажется, вполне, могут дать 4, давайте посмотрим, да, повтор, вот, смотрим, как здорово, смотрите, как ноги, вот, да, через ноги взял, и в опасном положении, держит соперника, сразу же, но, как минимум, здесь, 2 балла, может быть, да, вот, зависит от людей, как они оценят, вот, да, ну, здесь-то уже, конечно, ничего нету, могут еще дать, 2 балла со стойки, но, это, получается, прием, взялся со стойки, высокого партера, да, он взял захват, сейчас оценит, ну, мне тоже, вот, сейчас стало интересно, да, как оценят арбитры, тем более, что у нас, какой, да, квалифицированный состав, судейской коллегии, я думаю, что все справедливо здесь будет, Николай Дмитриевич, тоже, подключился к судейству, Алексей Николаевич Базулин, судья олимпийской категории, Наравард, Наравард Александровна Рустамян, инструктор, ИВВ, объемного мира борьбы, Международной Федерации, спортивной борьбы, Магомед Куракаев, главный судья соревнований, Магомед Куракаев, молодой совсем сейчас судья, ну, вот, первый у него большой опыт, до нас, тут турнир чемпионата России, большого экране показывать, и показывает, боковой судья 4 балла, арбитр 2 балла, сейчас остается, а так, в общем, накал страстей, на этот чемпионате России, очень высок, потому что, уже объединенные, борьбы, с Россией, допустили, да? Ну, молодых, совсем еще юных борцов, до 18, и до 16 только допустили, но 15 и 17 летних ребят, да, это чистая победа, Клименко, который пока удивляет своей результативностью и красивой борьбой, Сергей Клименко, Калмуте, интересная борьба. И вот на международных турнирах наши ребята будут выступать, да, младшие юноши. И теперь сейчас... Да, мы остаемся пока на этом ковре, да? Шапи Шапиев и Аслан Гагиев, весовой категории до 7, в месте 4 килограммов. Это одна, восьмая финала Шапи Шапиев-Дагестан и Москва, команда Москва, Аслан Гагиев. Да, мы все ближе к решающим поединкам, да? Полуфинальные, да? Да, ну, полуфинал у нас, да, по плану 16-40 начнутся, но до того времени мы должны все, все наши поединки одной четвертой посмотреть. Самое интригующее. очень много у нас интересных схваток. Лев Павлов встретится со своим земляком Данилом Махначевским, весит до 57 килограммов, да, в одной восьмой финала. Так, еще кто? Николай Захаров, весит до 57, также встретится с Гаджиевым Магомед Расулом из Ставрополя. Алексей Антипин, который представляет Осетию, да, родом из Якутии, парень в этом весе, с Матвеевым Куртуковым из Новосибирска. Ну, а Николай Заболоцкий встретится с дагестанцем Хабибом Мехтихановым, который показал блестящую борьбу, проигрывал Буентуеву со счетом 4-0, но смог выиграть на последних секундах схватки. Кто еще у нас остается? Да, Игорь Матвеев вышел в одну восьмую финала в 65 килограммов, но имя его соперника мы узнаем попозже, я так понимаю, да? Василий Григорьев также вышел в одну восьмую финала и встретится с Асланбеком Улимбашевым из Красноярска. Ну, пока так, пока так. После этой схватки здесь выйдет на ковер 74 тоже. Мы, наверное, перейдем после этой схватки на ковер А, где будут бороться борцы весовой категории до 57 килограммов. Ну, а пока, пока они не начали, мы посмотрим на борцов весовой категории до 86 килограммов. Ну, то есть, постараемся захватить все весовые категории и уже перейдем к 57 килограммов, которые самые для нас интригующие, самые интересные, да? По копии. Ну, да. Ожиданно. Ну, ты наверняка очень многих знаешь, да, из нашей команды. у нас 42 борца выступали, ну, основной состав сборной республики 36 борцов, плюс еще 6 борцов с разрешением федерации спортивной борьбы. Ты наверняка многих знаешь, да, на тренировке там, может быть, ходил, смотрел с ребятами, общался, нет? Ну, так, поблизости нет, ну, и смотрел их тренировки и на сборах. И схватки, наверное, да. И схваток некоторых ребят смотрел. Да, они хорошо подготовленные, покажут, как говорится, КВР покажет, но работа есть работа, тренируются. Самое главное, да. Главное, чтобы верить и держать себя в форме, чтобы результат все равно когда-нибудь будет. Но для этого надо все равно тренироваться каждый день, дисциплина. И вот на данный момент вот этот оценили на 4 балла красному он как пистолет сделал, синий проход ноги сделал, прошел в ноги и хотел закрыр вытолкнуть, и когда выталкивал, красный сделал пистолет. Шапи-Шапиев, да? Вот сейчас, посмотрим повтор. Ну, а что здесь, челлендж, да, был? Челлендж. Да, ну, посмотрим, что. По мне, так, 4 балла есть. 4 балла есть, красный. Что-то спорить, да? Ну, Прокопий, вы сам, наверное, самый такой пример спортивного долголетия, да? Чемпионом России были здесь, в Якутии, в Якутске в 2002 году, да? В 2002. 21 год уже прошел, спустя 20 лет вы стали чемпионом России среди ветеранов, молодой ветеран, а к тому же вы сколько раз уже стали чемпионом и в Капсагае, да? По национальной видам спорта в Капсагае, да? По национальной борьбе. Сколько раз? Восемь. Вот это, ну, один из, наверное, да, то же самых титулованных борцов наших и абсолютный чемпион и чемпион республики многих турниров больших. Да, это у нас национальная борьба похожа очень на вольную борьбу, только без касания третьей точки работа на стойках и движение, локоть рук, движение ног. движение надо головой работать, чтобы отмануть соперника. И в борьбе то же самое, когда самое главное, что судья показывает действие и оценивает, это значит, что ты правильно делаешь. Да, вы же еще помимо спорта еще и тренируете тоже, да? Да, я тренирую. У вас свой спортивный клуб. По национальным видам тренирую. По бобегу обсагать, да? По бобегу обсагать, да. Но сложновато тренировать будет, если в борьбе вот так обычных людей тренирую, но они приходят, чтобы себя поддержать в форме, в форме. И нынешнее время это нам дает преимущество, чтобы нам тренироваться для себя, для родителей и для знакомых и для родных, чтобы они посмотрели и в дальнейшем наш род был здоров. Да. Образ жизни. Ну, в общем, Прокопь, я с вами очень согласен в том, что национальный виды борьбы, и вот Хабсагай в частности очень помогает продлить именно спортивное долголетие человеку. Вот вы закончили вольной борьбе, но продолжаете активно бороться в Хабсагай, выступаете, соревнования, тренировки, уже сами тренируете, да. И это самое главное, мне кажется, что я вот знаю, что и в районах многие ребята, которым за 30, за 40, да, все равно приходят в зал, занимаются борьбой, ходят на соревнования, и это их заряжает, это дает им здоровье, дает стимул быть сильным, здоровым, приходить в зал, и это самое главное, наверное. Это самое главное, да, и они показывают своим примером, своим детям, чтобы будущее поколение тоже росло здоровым образом, и вот на борьбу приключаемся, шапи сделал прием, бросок через спину, потому что третью точку сделал, и так осенили два балла, контур прием, значит, ну, 2-0 ведет спортсмен из Дагестана, вот он удерживает два балла, но это же заканчивается, период, период, и вот синему надо же сейчас подумать, как атаковать, каким образом, сейчас он просто пунктурно вот так, мелкие движения вперед, вот, идет, идет, вот хорошо прошел на самом-то деле, да, но вот хорошо, как прочувствовал, да, вот рабочую зону, и вовремя сумел сделать бросок Шапи Шапиев, это может зависеть, сейчас от секундатов тоже зависят, они направляют не туда, если он идет, каким образом, и они знают, как их подопечник чувствует себя, из-за того, вот, какие у него козыри есть, они знают, какие приемы они подойдут, и сбоку вот видно секундантов, какие ошибки делает, это очень важная роль играет секунда со стороны тренера, смотрят вовремя, надо четки, ясно, это бешен сказать, какие здесь энергии, вот сейчас пассивно сдали, пока устная, 30, нет, 30 секунд уже засчитывают, мы видим, на табло, вот, 23 секунды остается, ушел в защиту, да, и арбитр сразу наказывает, еще синий балл возьмет, а потом еще дополнительные еще 30 секунд даст, и вот преимущество 3-2 может быть, но пока еще не взял Гагиев, хорошо защищается Шапиев, но один балл сейчас все-таки, он сохраняет вот эти 30 секундные предупреждения, балл взял, проходит ноги, Гагиев, красиво поднимает, 4 балла, 5-2 уже в пользу Гагиева, да, Аслан Гагиев, Москва, четко проходит ноги, второй раз прошел, в этот же, третий раз прошел, и один раз уже пропустил, упустил, а это третий проход, это значит, что он, у него вот этот коронный проход, хорошо делает, да, и полторы минуты остается, сейчас уже Шапиеву надо работать, а он все равно, а он все равно вторым номером работает, мы видим, Гагиев захватил инициативу и не хочет отдавать, кураж нашел, пошел свой кураж, темп, и диктует свою борьбу, не дает его красному диктовать, действие делать, из этого, вот, и последние минуты, последние минуты, остаться, все уже, не может, гасит атаки, и сам работает, да, Гагиев, не дает выдохнуться, сейчас, ему только один проход, надо было, красным, четки, и еще, ну, или бросок на 4, или на бросок 4, на 4 балла, но все, уже он куражей поймал, вот этот синий, Гагиев, все время продергивает, первый номер вот, работает, диктует, свою борьбу, но последние секунды, 15 секунд, остается, видимо, так и завершится наша схватка, да, Гагиев, все контролирует, Шапиев, ни одного действия не сделал, только, один пистолет сделал, за 6 минут, вот это да, да, 5-2, в пользу, Аслана Гагиева, команда Москвы, он выходит в следующую стадию, в стадию 1-4 финала, а мы перейдем на ковер А, посмотрим, кто там сейчас борется, поздравляем, Аслана Гагиева, вот хорошо прошел и его поднял и за 4 балла, И вот это соревнование, самое хорошее, что три ковра, все видно, от зрительского зала, надо посмотреть больше почувствовать атмосферу да это все-таки чемпионат россии так следующая схватка это весовая категория до 86 килограммов в красном трико базе гид ислам гиреев ханты мансийский автономный округ его соперник из волок да это понимаем магомед газе гиреев 86 килограмм стадия 1 8 финала за выход в одну четвертую схватка далее нас ждет еще две схватки в этом весе до в этой стадии а потом уже лев павлов данил махночевский 57 килограмм начнется что посмотрим и очень активно начинает борис в красном трико 4 но и конкретно мощные ребята до 44 счет 44 оказывается стоит на или столько набрать до 8 мало двоих по-братски разделили по 4 балла сейчас диктует уже ислам гиреев период идет первый заканчивается второй период у них темп большой да да высокий темп для 8 6 килограмм прям как мухачи до работает небольшого веса спортсмена темп хороший действительно и вот как мы видели 4 по 4 балла уже успели набрать каждый ну и ждем продолжение схватки слава газе гиреев и вот еще два балла 4-0 проигрывал да и сравнял счет сейчас пользу красную на он последний атаковал забрал 4 балла уже начали красно диктовать свою борьбу вот и когда активно работает да как скорость какой показывает борец ислам гиреев два балла берет уже в самом начале поединка 64 ведет попытка прохода от газе гиреева но здорово сейчас на контр-движение поймал слава жиреев до и 8 4 на втором периоде уже два раза на от контрах взял 4 балла остается 2 действие игры до табло не работает и сейчас но мы видели да случилось да в глаз стычок получился но нечаянно такое бывает часто планирует очень жесткий вид спорта на самом деле мужской мужской характер в борьбе так жестко себя борюсь а потом за коврем конечно друзья 84 уважение друг другу как прошел в ноге я еще два балла взял до какой скорость до показывать и очень технично боится слава гиреев шаминирует сейчас да на ковре вам гиреев 10 4 6 баллов за минуту 10 секунд уже успел набрать во втором периоде видимо травма его соперника спину до повредилась что всегда опасно сразу же медицинский наш сотрудник помогает вот в этом этой атаке да видимо получил повреждения наверно старая травма но может тоже у борцов наверно много да бывает до вылечиваешься и контролируешь вот эти между соревнованиями быть увлечиваешь на сборах вот и контролирует эти травмы микротраммы не да если где-то расслабляешься и особенно большие травмы получаются когда ты форме находишься потому что это именитет чуть-чуть ослаблеет да вот эти кости сухожилия мысль нагрузок да да больше нагрузок и для этого есть тренер опытный тренер смотрят как подопечные себя ведет и как он подошел на сбор на главное соревнования чтобы подвести этот самый главный опыт мастерство тренер в этом заключается как его под обещаем подойдет соревнования форме какой хороший хороший фон есть конечно хороший борцы его смотришь результаты конечно предыдущие чемпионы мира первенство мира вот это россии да и проходят и фото этапе на чемпионата россии приходит и два-три кушка и среднему такому проигрывать их думаешь почему так получилось это тоже влияет это мастерство тренеров каждый ход каждые шаги каждое дыхание подопечная не должны знать и подготовить спортсмена очень интересно вот этот вид наша борьба очень большая очень увлекательно сумасшедшая как сказать это жизнь других людей тоже многих ваша борьбы очень много нюансов тонкостей до которые надо знать до целый мир это жизнь многих поколений это войну это борьба наша это больно борьба стремись всему что угодно делай если судья оценивать твои действия этот значит и право не делаешь и ты это реализируешься в своей борьбе показываешь технику свою и свой характер тем свой стиль и национальность если ты покажешь умеешь показывать это ли борьбе этот очень красивый даже смотри согласен красивая победа и исполнение до вода нашего борца базики ты ислам гиреева из хантамансийского 86 есть у него будущий вот какой проход красивый быстрый и все контролирует техника хорошая до скорость чем все есть и сила мощный парень такой плотный здоровый и мощный вот как будто играючи боролся уверенность свои победе сейчас его борца из дагестана рамазан для джимурадов ахмед мирзабегов 86 килограмм тоже выход в одну четвертую начнем самой лидерской для дагестанская школа борьбы сейчас лидирует во всем мире все их под обещание везде выигрывает результаты дает да конечно это все спрашивает тоже бара все спрашивают почему в дагестане все сборы проходят в дагестане махачкале хасаверты хасавертовская школа очень много олимпийских чемпионов чемпионов мира и все даже сейчас вот сборы такая мода пошла чем из-за там тренироваться сбора проходит да и американцы при кассы проезжают даже среди девушек которые сбора сборные а кто только туда не приезжать наверное и бойцы смешанных единоборств тоже чтобы борьбу до прокачать тоже ездят дагестан наши борцы тоже часто ездят тоже дагестана сборы вместе совместной тренировки и все получат большой опыт конечно технику да там прекрасно ребята танцы условия есть хорошие и весь республика дышит борьбой зато вот такой сами светом на сборах находится и вот все кто тебя знает не знают чьи люди даже все тут борец смотрю другой отношения другое отношение атмосфера совсем другую это главное от себя зависит тебя зависит ладно тренируйся выкладывайся на тренировки и каждый миг узнавай все новое для тебя да и наши ребята вот там ездит тренируются да наша сборная же наши лидеры тоже ездили вот как раз перед первенством россии тоже прошли там сборы ну а потом уже здесь триумфе уже два этапа прошли и подгонка у нас тут только в большом зале триумфе условия очень хорошие тренироваться себе цель и вот два два борца из дагестана бороться сейчас у него не тоже конкуренция еще один из дагестана бороться один из дагестана бороться с матерей подгонки Тагестанская школа Четко контролировал Действие прекрасно Четко контролирует Выигрывает Сейчас ему тоже На центральном ковре По-моему, наш борец Очень много эмоций В зале Интересно стало Чеченская республика и Тува Борются Наши болельщики Тем известны, что всегда Болеют за красивую борьбу Объективно Поэтому Я удивился Наши борются Я думаю А здесь два борца из Дагестана Пока 1-0 Да Кстати, мы можем перейти на центральный ковер Да, потому что После этой схватки Должен наш Игорь Матвеев Выйти Весе 65 кг А потом еще Василий Григорьев Если мы успеем до схватки Льва Павлова Я думаю, что одну схватку точно Мы успеем посмотреть Здесь два борца из Дагестана Я думаю, что кто-то из них Кто-то из дагестанцев выиграет И счет 3-0 в пользу Мирзабегова Ну, по возможности Перейдем на центральный ковер Действие Ну да, давайте сейчас досмотрим эту схватку Все-таки Да Под Водолей Под Водолей Если сейчас не будет здесь много челленджей По полчаса не будем здесь стоять То, наверное, надо будет посмотреть А потом уже наш борец Игорь Матвеев С кем-то должен выйти в одной Восьмой финала Весок категории до 65 кг И Василий Григорьев тоже должен выйти На ковре А потом уже можно вернуться У нас поспец Должен дать Если челлендж выбрасывается Он должен в руки дать судье Да, вот что Чего и ждали Сейчас челлендж будет На пять минут На ковре Классно, который выбирает, что я просил Да, мы перейдем на центральный ковер Сейчас Игорь Матвеев выйдет На ковре Приблажается Игорь Матвеев Резинника Сахаги Матвеев И Мама Пакаман А, два борца из Якутии Игорь Матвеев и Иван Потапов Сейчас на центральном ковре будут бороться За выход в одну четвертую финала Вот Иван Потапов И Василий Прокопевич не устроив Прокопиев Вы знаете хорошо, да? Тоже Главное Старший тренер Да, старший тренер Нашей сборной команды Молодежной Уже несколько лет, да, работает Василий Молодой специалист Грамотно Подводит все этапы Сейчас у него контроль Да Контрольная работа, да, сдает Зачет Зачет Экзамен Да, конечно Ну Очень уверен был Василий Перед первенством Говорил о том, что Ребята хорошо готовы И Должны мы бороться за медали Как минимум в пяти весах Он даже говорил Так что Ждем от ребят Успешного выступления Да Только мы ждемся Игорь Матвеев Красном трико И его соперник Иван Потапов Синим Это борьба В одной восьмой финала Весовой категории До 65 кг Оба спортсмена Сборной Республики Саха Якутия И болельщики тут На ковре В другом ковре Болеют за Красноярца Да Он постоянный гость Наших соревнований И брат его Старшего Хорошо знает Антон Сучков Сейчас у нас борется А его брат Никита Тоже у нас Постоянно На всех соревнованиях У нас И всегда Успешно он выступает Всегда в призах Даже Того же самого Чамиза Здесь выигрывал На этом ковре Копии помните Да Да Помню У нас Якутских Много Интересных Да Борцы Все Боролись Видим Смотрим И чтобы В дальнейшем Так было Надо Прийти На Болеть Самим Поддержать Поддержать Очень хорошо Сказал Абусалам Мамадханович Гадисов Вчера на пресс-конференции Он говорит Вот то что Вот на таком уровне Проводится Соревнования Здесь в Якутске Да Это в первую очередь Заслуга Именно народа Который любит Борьбу А потом уже там Руководители Республики Там Министерства Да Потому что Не будет болельщиков Никто не будет И проводить соревнования Если у нас Не будут любить борьбу Если у нас Не будут приходить Смотреть Болеть Болеть За спортсменов Тогда И соревнования Проводить Смысла В общем-то Нет Теряется В смысле То же самое И про Телевидение Что если люди Смотрят Действительно Если это востребовано То Надо это показывать Если нет За наших За наших ребят Чувствуешь Движение Движение Это У некоторых Последняя борьба Самое главное Их жизнь Может быть Да Из этого они настраиваются Из этого Смотрят Болельщиков Своих Тренировок Ребят Которые Рядом Находятся От них Зависит Тоже Малая часть Поддержки Да У нас Второй период Начинается 2-0 ведет Игорь Матвеев И ребята Самый Последний этап Вот Вот Борьба Жизнь И Настраивается Матвеев Все Центр Взял И все Контролирует Не дает Потапову Не дает Работать Да Не дает Он контролирует Аккурат Сует Тим Волну свою Поймал И захватывал Все Красиво сейчас За спину Проходит Соперника Пока баллов Оцененных нет Но посадил Да И два балла Еще Зарабатывает Игорь Матвеев 4-0 ведет Контролирует Судья Вот Горит Действие И Стойка Сейчас Потапову Надо Что-то сделать Уже Две действия Проигрывает Нынешним правилом Каждый Действий Сейчас Два балла Да Да За исключением За ковер Вытолкнуть И ту За ковер Можно взять Да На два Три Четыре балла Взять Вяжет за руки Не дает Потапову Действие делать Матвеев Матвеев Грамотно Борется Все Контролирует На одном Уровне В голову Держит Перед Соперником Чтобы он не прошел В ноги И вот Руки Вяжет Все Изнутри В руки Взял Справа Все Контролирует Действие своего соперника Грамотно Борис Уталкивает Из центра Ковра И тот же Паника Держивает И Неуверенные Действия Уже Показывает 40 секунд Остается Ничего не дает Дело Действительно Матвеев Смотрит табло Контролирует Время Тоже 30 секунд И Уверенова Стоит Крапан Наборится Вот И Хочется Все Последние секунды Да 8 секунд Остается Только Бросок На 4 балла Может спасти Потапова Но Очень все Спокойно Контролирует Матвеев Там Время Закончилось Так что 4-0 В пользу Матвеева Поздравляем его С проходом В одну четвертую Финала Я так Понимаю Что Следующим Его соперником Будет Один из победителей Пары Асланбек Улимбасов Красноярск И Василий Григорьев Республика Якутия Которые сейчас Выйдут Тоже весовой категории 65 кг Да Да Мы пока здесь Остаемся На этом ковре На центральном ковре Хорошая схватка Действительно В исполнении Матвеева Грамотная 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 Да Ну От борцов Именно В этом возрасте Очень важно Чтобы Именно боролись Тактически Тоже очень грамотно Да Распределялись силы И так далее В общем Улимбасов Григорьев Красноярск И Республика Саха Будущие парарабы Как это строишь Да Ты уже С первых секунд Уже контролируешь Строишь Задачу Выполнения Цель Задачи С первых же секунд Как ты строишь Как будто Склад Да Склад Да Ты строишь Что надо делать Если ты это правильно делаешь И все у тебя получается Получится Какой нибудь Там Шеверная 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 Выдающая Если ты правильно Настраиваешься И Строишь Свою Действие Борьбу Склад То Никто Не проходит И Наш Вот Григорий Центр Ковраджал И Первое Замечание Ну Устая Пока Да Замечание Дали У него уже есть победа На нашем ковре Очень неплохо себя показал Василий Григорьев Посмотрим Красноярская школа тоже Вольной борьбы Известно Во всем мире И 30 секунд Засчитывает Нашему борцу Григорьеву И проходит многие Улимбашев Хорошую растяжку Показывает Григорьев И ушел или Один балл Да Один балл Один балл И еще 18 секунд По одному баллу Или что-то А нет Это ошибся там Боковой арбитр Не ту Табличку подниму Сейчас еще один балл Да Дают Улимбашев 2-0 Будет Хотя бы 2-2 сделать До конца первого периода Ну посмотрим Да Тоже Что позволит твой соперник тоже Ну хорошо Схват дает Действие 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 Такое неприемное Проход Попытка прохода издалека Остается меньше минуты Да До конца Сейчас Действие Это Далековато Раз Прохода Григорьев Судья Замечаем дает Чтоб Пальцы Да Чтоб не Другой Не держали Да Доклад берут И Те и другими Не дают Действие Да Скрест Захват Пальцев Да И Траматичный Захват Конечно Самая Основная Наверное причина Что Может получить травму Человек Александр Степанович Контоев Презер чемпионата мира Станислав Захаров Который Тоже много лет Юношескую сборную Нашу тренировал Сейчас Исполняющий Обязатель Директора Спортивной Школы Дмитрия Петровича Коркина Александр Степанович Также Зам директора Училища Олимпийского Резерва Это его возраст Да Тоже самое Да Так что Наши Выдающие Борцы В молодости Чемпион мира Да Алексей Никарасов Алексей Сергеевич Чемпион мира Дает Инструктаж Но 2-0 Ничего Пока Не решено Скажем Страшно Первое действие Одно действие И все 2-2 Можно выиграть И сразу Проход Ноги Улимпашев Красиво Нет Один балл Да Два Один балл Один балл Да За ковер Да Как неожиданно Как неожиданно Прошел Да Как быстро Издалека Такой нырок Сделал Красивый Но Видимо Такой фирменный Его проход Да Уверенность Я чувствую Три балла Взял О И за спину Еще 5-0 Уже Четка Поймал На ошибку Чуть-чуть устоял И сразу Пошел в бок Действие Контр Прием Ну Контр Действие Чуть-чуть Доли секунд Не хватило Хотел Бедрить Наш Григорий И не получилось А он Чуть-чуть остановился И тот Вести Поймал Сторону прошел И все Два балла Так Красиво Два балла есть Или четыре балла Даже четыре Могут если Со стойки Посчитай Нет Все-таки два Два балла дали Ну я согласен Две ноги прошел И проходит Сейчас ногу Поднимайся вот Надо И постараться Сейчас Еще один такой Бросок Один балл Все-таки Три-пять Просыпается Трибуна Надо поддержать Спортсмена Эмоции И сил добавить Может его соперник Тоже Да Да Василий Давай Вперед Надо идти Минуту двадцать осталось Темп Темп не снижать Да Нагружать Нагружать Не дать Не дать Слишком открыто Атакует Григорьев Конечно Ноги Прошел Четыре балла Дали Ну минуты Есть Можно Отыграться Пять баллов Да Четыре И еще один балл Взять Попытка прохода в ноги Пять баллов